Алло, привет, меня слышно? Алло, да-да-да, привет, вроде даже по громкости всё на удивление хорошо, но сейчас люди напишут, привет, можешь ко мне обращаться, Глеб или Арагон, мне без разницы, обычно меня Глеб зовут, даже в чате люди им привычные, так, поэтому, а ты уж как удобнее. Ну и как тебе удобнее, чтобы я обращался? Да, писец, так и обращайся. Хорошо, писец, так писец, хорошо. Сейчас, господа, вы, конечно, на 90% уверенно знаете сами писца, но я сейчас продублирую его Телеграм тоже, чтобы вы могли подписаться, собственно, сейчас. Да, наверное, лучше Ютуб-канал. А, да, ну давай Ютуб. У меня Ютуб-канал как бы приоритетный, Телеграм у меня так вспомогательный. Я там в основном либо мемы пишу, либо с кем-нибудь в Телеграме срусь, так что... Ну, сраться с Телеграмом, в Телеграме дело благородное, с кем просто не рассрался? Ну, с Тупоквальти Викой. Ну, как сам, это не срался, просто скорее я накинул и все, но... Как бы там... Это имело некий ответ на другой стороне, так что можно это и назвать как срался, так что... Ну, контакт был получен, как говорится. А о чем, если не секрет? А то мне столько Тупоквальти Вику рассказывали, что ковер, что господа из чата. Говорили, что вот персонаж хороший, но больно часто кашлят и репостят. Да, там дело даже не в том, что прям репостят. Ну, хотя и в этом тоже. Ну, не, ну персонаж хороший, я сейчас не могу ее назвать хорошим персонажем. Она слишком много накидывает на всяких уважаемых людей, во-первых. Во-вторых, ну, она неиронично котирует Кашину до сих пор. Она... Ну, и опять же, это было бы все в эпоху, вот. Но там в какой-то момент, скажем так, ну, немножечко превысило все допустимые рамки. Ну, для меня, как бы. И я решил тоже немножечко накинуть, исходя из того... Ну, просто предоставить информацию, скажем так, которую я знаю. Там ничего, на самом деле, хуета из-под кота абсолютная. Но просто я немножечко накинул, ну и внезапно... Внезапно она у себя это репостнула. Внезапно там... Кстати, ее аудиторию вполне поддержала мои посты. Ну, то есть там, на самом деле, было просто про ее отношение к аудитории. Вот. И про ее лицемерие. Про то, что человек, работавший в Реофане на пропаганду, очень сильно пытается сейчас на себя надеть белое пальто. и, ну, выебываться очень сильно. Ну, это вообще, в принципе, характерная тема для всей ее вот этой тусовки. Ну, я не знаю, может, знаешь, какие-то всякие там Росвадасы, эти Манулы Тимофеи, вот вся вот эта тусовка, которая вылезла из-под ватаадмина, но которая, скажем так, она с ним сопоставима в плане ваебонов, но, конечно, она ни разу не столь контента производящая, как ватаадмин. Но зато с ваебонами там все отлично. Ну, кстати, вот за ватаадмином... Я за ним не слежу уже давно. То есть я, в принципе, за большинством интернет-деятелей не слежу кучу времени, и большая часть моей ленты, она состоит как бы из рофлов, из нижнего интернета, каких-то, условно говоря, информационных телеграм-каналов и новостных телеграм-каналов, ну и быстросборов, конечно, куда же без этого, да. Но вот админ... Подожди, подожди. Я просто... Давай, мы что-то как-то с места в карьер начали. Можно пару слов... А, представиться, конечно, себе, да? Да, то есть я, давай, я представлюсь, потому что меня, наверное, не все знают, кто у тебя находится. Вот, просто как-то мы так особо не знаем. Знакомились здесь, да. Да, в Дискорде ты написал, что ты товарищ магазина ковров роскошный, сидела, стримишь. Что? На стрим, говорю, это оставил, да, извини, что перебил. Ага. Хорошо. Поэтому, ну, я давай представлюсь твоей аудиторией, что у меня есть канал на Ютубе, называется Песец, есть канал в Телеграме, называется Песец ТВ. В общем, главная деятельность на Ютубе у меня, там пилю очень-очень изредка всякие ролики про символику Геральдику, ну, про символику во всех ее проявлениях, то есть про Геральдику, про вексилологию, то есть про флаги, ну, и немножко про фаллиристику, то есть про награды. С этого начинался канал, этим канал так продолжается в плане каких-то монтажных видосов, ну, а так вообще постоянный контент состоит из стримов, где в основном смотрю заказанные зрителями видео, в общем, так и живем. Так что разбираю всяких ревачков, заукраинцев и, ну, и еще много чего. Контент в основном исторический и политический. Ну, и вообще всячески это шизим потихоньку в рамках правил Ютуба и действующего законодательства. Короче, интересно было бы услышать о тебе, лично мне, я понимаю, о тебе представляться своим зрителям. Ну, занимаешься добром, в общем-то говоря, понимаем. Ну, про себя пару слов. Я начал стримить совсем недавно, отношусь к этой деятельности достаточно сумбурно, но вроде что-то получается, даже у нас тихонько увеличивается там, вплоть до, на таких, знаешь, видосов с какими-то большими анонсами, 40-50 иногда даже, под 60 человек бывает, повезет. Сам я уже представился, зовут меня Глеб или Арагон. Я планирую ребрендинг, но его еще не придумал. Дело больно сложное. Какие, значит, я компетенции, грубо говоря, имею, про что могу рассказать, чем, в общем, интересуюсь. А если бы не длительные академические отпуски и всякие подобные вещи, я бы уже имел именно что, академическую компетентность регионоведа с некоторыми дополнительными языками. Ну, языки я уже сам больше изучаю. Сейчас практически получена компетенция регионоведа и очень слабая компетенция, но ныне присутствующая в виде получаемого второго образования, это психология с наметкой на клиническую психологию. Именно клиническую. Ну и больше научную, потому что я очень сумбурно отношусь ко всем этим, значит... В общем, если будет время, я расскажу про проблемы психологии в России. Но, скажем так, слово психолог очень сильно дискредитировано, к сожалению, у нас. Ну, есть такое. Не, ну, лично мне было бы интересно, да, но это тогда... Ну, чуть попозже можно это... Окей, окей, да, да, да. Да, вот. А из-за моих интересов, так-то я собирался вообще становиться историком. Я историю очень сильно с детства люблю и хотел бы быть историком, но понесло... Ну, понесло меня скорее не туда, куда я хотел, а туда, куда... Потому что кушать хочется, да. Ну, даже не то, что кушать хочется, а потому что все намного прозаичнее. Я собирался поступать в СПБГУ, потому что, во-первых, мне Питер нравится, во-вторых, у меня, значит, там... Очень-очень много лет назад училась мать, и она мне еще в детстве водила, значит, на кампус. Мне там очень нравилось, очень красивый. Я хотел туда поехать историком учиться, но из-за резко возникших проблем в семье я просто не мог семью оставить, и поэтому пришлось что-то другое выбирать. Ну, и, в принципе, мне тогда уже было все равно. А психологию уже я выбрал чисто из своего желания. А историю, когда-нибудь потом получу, все-таки, слава богу, история-то... В нее никогда не познавляться. Вот с академической точки зрения. Ну, это да. А ты прям хочешь в нее... Вот именно что влиться с академической точки зрения, не просто этим как хобби, просто этим же можно заниматься, ну, как хобби, в принципе. Не-не, фолк-хистри я более чем уважаю. Ну, сам... Не, ну, хобби — это не фолк-хистри, понимаешь? Хобби — это не то, что ты там будешь верить в сказки Задорного там или что-нибудь такое, или Фоменко. Я же говорю просто про то, что можно этим заниматься на любительском уровне, на хорошем любительском уровне, а можно получать именно по этому образование. Просто мне интересно в этом смысле, что... А почему для тебя важно так именно образование в этой сфере? А, ну, я под фолк-хистри здесь имел в виду, в первую очередь, не Задорного там сфоменка, а скорее что-то типа, знаешь... Еще фолк-хистри называют всякую реконструкторскую тусовку и просто людей, которые очень... Серьезно, относятся к истории, но не имеют профильного образования. Ну, и занимаются на любительском уровне как раз-таки всякие там любители, например, исторического средневекового боя и тому подобные вещи. Ну, то есть люди... Ты на Климу Саныча намекаешь? Ну, как? Так, я достаточно неплохо знаком с этой бугурт-тусовкой, и Клим Саныч, это такой очень специфичный ее элемент. Так-то там огромное количество людей с очень здравым взглядом на историю, которые просто очень любят доспехи, спорт, фехтование и читать древние манускрипты 16 века про фехтование, значит, чтобы пытаться это воспроизводить. Ну, и, в принципе, интересуются очень многими интересными вещами, которые у нас не так популярны. Например, там, истории некоторых средневековых государств, которые нам достаточно обделяют вниманием часто российские там истории. То есть тот же самый, можно вспомнить этого... Ну, бог с ним, с Комнатным Рыцарем, у него там знакомые, которые у него появлялись, они как раз-таки вот занимались. Ну, я вот тоже хотел вспомнить про Комнатного Рыцаря. Ты сказал, он, по-моему, сейчас один из самых ярких персонажей в этом смысле. Ну, кроме Клим Саныча, он уже старый. Вот, а это прям тот человек, который, наверное, сейчас прям набрал популярности. Есть такое. Ну, на самом деле, он в плане истории прошарен достаточно серьезно. То есть он... На канале Минутная История, я просто постоянно смотрю их подкасты, ну, или это даже не подкасты, а как передачи с историками, и там он местами очень такие интересные вещи говорит, и на высоком уровне. Ну, собственно, да, Минутная История — отличный канал. Привет, Зингерман Георгий. Это я. Арагон или Глеб, да. По поводу Минутной Истории, да, у них очень хороший подкаст. Я и сам смотрел, мне как-то раз заказывали, я о них особо много не знал. Но там очень-очень-очень здраво и в очень таком академическом духе ведутся беседы, и вправду хороший контент. Вот по-другому не скажешь. А почему историком хотел бы быть именно так? Ну, потому что раз, я очень надеюсь, потому что лишний раз историкам проще в архивы попасть, чтобы что-то интересное почитать, которое, я надеюсь, больше откроют сильно позже. То есть ты хочешь прям туда попасть? Ну, не прям, я об этом не сплю и вижу, просто было бы когда-нибудь неплохо почитать интересные штуки. А во-вторых, потому что всё-таки обучение историкам позволяет археологии заниматься. Археология мне всегда была очень интересна. Потому что, например, обучаясь историкам, ну, это можно ещё сделать, конечно, по знакомствам, вполне себе легально, но раскопки — это дело очень интересное, хотя и неблагодарное. Ну и, в принципе, я больше, знаешь, по вещественной истории. То есть я, например, люблю на аукционах копаться, я немножко разбираюсь там в рынке всякого старья по некоторым категориям, не по всем. Я, например, там, ну, неплохо по историческому холодному оружию и по некоторым, значит, предметам ценности могу какую-то экспертизу выдать, потому что мне это было очень интересно, и я этим до сих пор периодически занимаюсь. Вот. Ну, а историкам? Ну, потому что всё-таки в УЗИ тебя учат не просто каким-то... Ну, в хорошем в УЗИ при нормальном обучении тебя обучают не просто каким-то аморфным вещам, грубо говоря, да? Ну, аморф, извини, я просто отвлёкся через секундочку. У меня просто собака что-то кушает, это не значит, что. Что ты принесла в собаку? Что это? Не надо есть мястом по себе. Иди к себе. Я прошу прощения. Да, ничего-ничего. Французская овчарка. Угу. Порода. Вот. О чём это я? Тебя же ещё обучают, ну, тебя имеется в виду абстрактную фигуру, обучают и в работе с источниками грамотные, которые, конечно, можно и самому себя выработать, но это намного дольше и сложнее. Ну, это, конечно, при хорошем обучении. Всегда можно вспомнить, значит, что это... Что есть люди, типа Бриса Юлина и подобных. Там, конечно... Ну, да. Это печально. Это совсем мрачно. Так что... И так давно случилось в одном раме обнаружил Евангелие 80-х годов 18-го века в отличном состоянии. Я им пользуюсь каждое воскресенье. Есть такое, да. Но, кстати, по поводу этого... А, это ты сейчас из чата зачитываешь? Да-да-да-да-да. Это я... У меня привычка, извини, просто. Я могу неосколько... Я иногда переключаюсь на чат и зачитываю сообщение из чата. И отвечаю на него потом сразу. Прошу прощения, привык в одиночестве. Да-да-да-да-да-да. Ну, просто... Я примерно понял, но... Мало ли. Мне немного неудобно из-за этого. Ну, да. У нас блошиный рынок, он немножко проклятый. У нас, к сожалению, цены очень высокие и очень популярны методики по типу, например, закупания огромного количества лотов в Британии, к примеру, какой-нибудь. И продажи их, собственно, пересылки их в Россию. И разница в ценовом сегменте, собственно, да, она покрывается слишком даже расходом на транспортировку, в которой, кстати, все равно люди обычно себя берут, но иногда как бы все равно часть из них большие поставщики покрывают. Ну, еще и с холодным оружием времен Российской империи у нас все очень плохо, потому что переплавили большую часть. То есть какой-нибудь европейский, европейская там сабля, артиллерийская, середина 19 века, она будет стоить кратно дешевле, нежели что-то русское. Потому что русская просто в советские годы переплавлялась поголовно почти. Ну, там буквально, если не изменяет память, был, значит, декретик, который постановлял, что, ну, например, как с Расказачьеванием, в случае обнаружения оружия, которое казаки отказывались выдавать, их, собственно, уничтожали с чистой совестью коммунисты. Угу. Вот, и по этой причине у нас все, что до нас дошло, оно или хранилось у самих же партийцев, или просто было спрятано очень хорошо. Ну, вообще, там же был декрет не просто об изъятии казаков, там, в принципе, один из первых, по-моему, декретов был об изъятии оружия у населения. То есть у всех вообще. Не, это правда, просто там про казаков это был отдельный пункт в указе об из казачьего дня. Я уж не помню, что это конкретно был указ, декрет, конкретно. Но там вот как отдельный пункт, он это, он это включил. Вот. А возвращаясь, значит, к нижнеинтернетовским разборкам, там был донат, который как раз-таки эту тему затрагивал. Шесть минут назад просто мы немножко заговорились. Значит, тупо кволити Вика плохое слово, обозначающее женщину легкого поведения, я его... Так, потом эпитет подзаборное, по обсиранию других это любегин от либералов, но с женскими особенностями. А по ЧСВ продюсер Иванов, который сидит ветеранами СВО, на стриме пытается его подъебать тем, что тот жизни настоящий не нюхал. А она ему сейчас пояснит. Но, типа, я не общался, я ничего не скажу по поводу человека, потому что я с ним в контакт особо не вступал, не могу не подтвердить, не опровергнуть, ничего не знаю, но я замечал огромную, конечно, претензию к человеку, за исключением ковра, ковер говорил, ну, типа, кашин-каша, но там кашин, типа, она с него мнение не разделяет, поэтому херня вопрос. Ну... Понимаешь, там проблема в том, что она-то его мнение не разделяет, но она продолжает его неиронично котировать. И, ну, это довольно странно, что ты, типа, не разделяешь мнение, но при этом ты буквально с уважением относишься к заукраинскому пропагандисту откровенному, ну, и, в принципе, хуевому человеку, если посмотреть вообще на протяжении всей его карьеры. Да, кашин-человек такой... То есть, если раньше... В смысле легендарный, я бы сказал. Это был просто такой, если раньше это был просто такой беспринципный журналюга, который... Ну, вся его деятельность вообще с того момента, как он появился на горизонте, она направлена на то, чтобы эпатировать, направлена на то, чтобы у кого-то поджигать пердаки и только на это. То есть, человек без идеологии, без там политических взглядов, без особенных даже принципов. И при этом сейчас к этому всему добавилось, что он буквально стал на сторону противника и ведет антироссийскую, антирусскую пропаганду. То есть, человек просто... Ну, с его сравнениями этих нацистов, засевших в Мариуполе, с этими жителями блокадного Ленинграда, ну, это самое такое, только это верхушка буквально айсберга, за которую все его даже там, тупок вольте, к нему стали такие претензии предъявлять. На что, кстати, он ей на стриме, по-моему, ответил, что вроде как это было сделано, ну, типа, ну, просто, чтобы у зетников подгорело. Вот. И там еще было у него много, на самом деле, всего. То есть, он, например, когда была история с взятием Бахмута и Вагнераева штурмовали, вот он когда они пленных показывали, да-да-да. И он это показывал, когда они там со Светом говорили там и говорил, ну, точнее, я не помню, даже он наверное не показывал, он просто об этом говорил и говорит, посмотри, там же появились первые заложники. И там просто, он, наверное, там обкончал себе все, что ниже стола было, это пиздец. Там просто такое счастье было у человека на лице. То есть, при том, что, ну, понятно, что это не заложники, как бы, что это пленные. Вот, но он об этом вот буквально в таких тона говорил. Ну да, и опять же, у него заложниками, по-моему, были, кто еще, эти люди, которых заставили петь Газманова, да, когда ворвались в бар, какие-то силовики, вот это все. Ну, то есть, понятное дело, что это не заложники. Понятное дело, что это... Ну, вообще, военнопленные заложники, штуки разные, чуть-чуть, надо понимать. То есть, понятно, что это риторика абсолютно пропагандистская. То есть, тут вообще даже, ну, я не знаю, как еще это назвать, когда человек явно называет вещь, ну, другим именем, то есть, явно не тем, как это адекватно принято называть. То есть, как это можно охарактеризовать? Ну, только как пропаганда, потому что представить, что Кашин, он там выжил из ума, ну, я не могу, он не производит впечатление человека сумасшедшего. Человека фанатичного и немножко поехавшего на своей работе, да, наверное, но не сумасшедшего точно. И поэтому он отдает себе отчет в своих действиях. И он совершенно сознательно так описывает вещи. Но здесь еще хотел бы добавить, что во времена такого проклятого сайта, как ЖЖ, уже с Кашином было фактически все понятно. то есть, это еще намного было до СВО, до 14-го даже года с Крымом. Как бы, как бы, я просто аудитории хочу напомнить, что почти у всех медийно известных личностей, были же же, если вы посмотрите их сохраненки, почитаете, это вам все... Не прям уж у всех, но у многих, у многих, да. Оно, оно очень хорошо характеризует человека. Например, с Холмогоровым в хорошем смысле было тоже все понятно еще тогда. Кстати, а, кстати, откуда, я вот не знаю, у Тупо Квалити Вики и, по-моему, Милана неизданно, еще вот так канал назывался, какая-то жуткая нелюбовь к Холмогорову. Я понимаю, что дедушка поныть любит, но бог с ним бывает со всеми. Понимаешь, ну, нет, ну, как, я тоже не фанат Холмогорова, прямо скажем, потому что Холмогоров у него... Ну, нет, я могу сказать, почему ему предъявляют за дело, потому что, ну, он действительно в какой-то момент пошел на определенную, видимо, сделку с совестью, что он готов был поступиться, видимо, частью своих принципов, ну, просто потому, что в противном случае у него были бы более, но он, видимо, поступился частью своих принципов и готов был немножечко подсасывать власти, но при этом иметь возможность пропагандировать свои взгляды. То есть, и он стал работать на всякие там государственные, ну, то есть, вступать в всякие коллабы с властью, да, и взамен на это часть своих взглядов реальных прищемить и говорить не всегда своими словами целиком и полностью. Я понимаю, что имеется в виду, но я просто хотел бы сказать, что фактически я не думаю, что есть какие-то крупные старые медийные личности в России, которым в какой-то момент не приходилось стать перед этим выбором, как бы, по-хорошему-то, но ну как, ну может, я, конечно, загнул, может, прям в России. ну а вот Погром, где он так себя проявлял? Ну как, у Погрома, если честно говоря, взгляды очень часто менялись по протяжении жизни, они как будто... Они менялись, но они вот именно, что они были в каждый момент непротиворечивыми, если так говорить, то есть он, там понятен, понятна именно эволюция его взглядов. Да, царствие Егора, царствие небесное, да, человеку. Но вообще, не знаю, ну я к Холмогорову отношусь, в принципе, положительно. Дедушка, конечно, есть к нему вопрос, но больше добра за жизнь сделала, мне кажется, сильно больше полезных вещей, не что-то платит. Ну я согласен, я согласен. Но Холмогорова, да, действительно, вот, это тупак в олите, это еблана, неизданная. А за что? А за что? Это Хуеврон, вот этот вот, это парень ебланы, вот они его просто ненавидят. Кстати, его вот админ тоже регулярно там называет кретином и не отказывает себя в удовольствие периодически что-нибудь там запостить и обострать его. Ну нет, я сказал вот за что, это первое. Ну я понял, да, за взглядом. А второе, что в принципе вот это вот, тупак в олите шобла вся, то есть и Вика, и другая вся ее шайка-лейка, они ненавидят русских националистов, там их регулярно называют рунатами, ну сейчас уже это слово, оно не всегда там негативные коннотации имеет, но тем не менее, можно было бы сказать, что как бы, ну называют и называют, но там проблема в том, что там кроме этого постоянно идет какой-то просто совершенно адский и идиотский хейт, например, там они Свято Павлова засирают буквально, что Вика, она почему-то его просто ненавидит и регулярно там про него всякие гадости говорит, опять же, мне как-то заказывали отрывок со стрима этого Педроса Вадаса и Манула Тимофея, где они засирают Свято, ну там, знаешь, какая формулировка была, типа, вот помню историю с Шопером? да, 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 ну то есть, Свят просто опубликовал по Рофлу какую-то историю, что типа спиздила Шопер какая-то девушка и все дела, ну да, там, абсолютно рафляная история, за какие-то... да, и люди стали доебываться, что он там с той же какие-то копейки вызначили из-за этого какой-то, блядь... ну то есть, история рафляная, все нормальные люди просто посмотрели, посмеялись, пошли дальше. С этим появилось некоторое количество мемов, даже какие-то я у себя на стримах использовал, тоже там, это когда была лекция Стрелкова, ее закрыли по какому-то доносу, и там были, была какая-то ментовская группа стояла рядом с собакой, и там была подпись, типа, расследуют дело о краже шопера, там, ну да, это было смешно просто, вот, но мне тут недавно скинули отрывок со стрима, рос вода, там, с Манулом Тимофеем всерьез обсуждают, типа, вот он про этот шопер написал, вот пиздец, какой ужас, какая трагедия у человека, украли шопер, типа, как можно вообще всерьез, типа, иметь дело с этими людьми, но мне это тоже глаза порезал, когда я видел, да-да-да. То есть, ну, это же безумие, то есть, какую-то рафлянку они обсуждают так, как будто там реально Свят Павлов из-за этого шопера, там, я не знаю, он какую-то драму развел, то есть, это был рафлянный пост, все, повторюсь, все нормальные люди просто с этого зарофлили, и все, а там на полном серьезе это обсуждают, что, типа, Свят Павлов, он такой долбоеб, что он из-за шопера развел какую-то трагедию, хотя никакой трагедии по факту там не было. Да. Вот, а Тупок Волити еще выстрелась на тему того, что девочку, типа, которая это шопер спиздила, да, ее затравили, и Свят там вообще был под наркотой, ну, то есть, там просто пиздец. Ну, там, типа, ее версия, что Свят, он был какой-то угашенный веществами, и поэтому проебал этот шопер, а потом девочку затравили. Я не знаю, как затравили девочку, если ее имя даже не было сказано, что, типа, там было сказано только, что воровка была найдена, но, типа, мы ничего там не делали, и все дела, то есть, в чем травля вообще заключалась, я не пойму, то есть, ну, это такой бред, это такое безумие, ну, вот, ну, и так, и, конечно, она знает, что Свят Павлов был тогда объебанный, это безусловно, это, как бы, инфа сутка. есть такое, ну, я с трудом в последнее время перевариваю этих царистов, даже не потому, что они что-то не то говорят, а потому, что, к сожалению, Свят, он, ну, они какие-то, не знаю, антихаризматичные, они просто... Какие? Антихаризматичные они какие-то, ну, то есть, понимаешь, они... Типа, немножко фриковатые, ну, да, они немножко фриковатые, Я, например, до сих пор люто плючит от этого боярского чата вот этих титулов, ну, ну, то есть, нет, у меня нет никаких претензий, что люди деньги собирают, они делают хороший контент часто, ну, правда часто делают хороший контент, они мне близки по взглядам, да, но вот это какое-то, я не знаю, даже кроме слова ларп, здесь вот оно бывает прям, как-то не знаю. Что, простите? Ну, знаешь, что такое ларп? Ларп. Нет. Ну, английская аббревиатура, обозначающая, такая, обозначающая, значит, ролевые игры, по-хорошему, это лайф-экшн, роль-плеи-гейм, грубо говоря, ну, только без гейма, ну, косплей, ну, ну, да, вот таким косплей, Секундочку, да, надо, сейчас я зачитаю. Поднесли половой орган, хуй, губам России, в контексте СВА, это не цитата, но фраза про половой орган, хуй, и губы была... Защита вот админа, тогда у Холмогорова был спич, насчет того, как хохлы поднесли половой орган к нашей державе, в контексте СВА, это не цитата, но фраза про половой орган и губы была... Все это выглядело в духе Терещука, ну, то бишь, Булевы Престолов, вот, поэтому вот админ назвал Холмогорова дебилом. Ну... Если бы это был единственный раз, когда вот админ накидывал на Холмогорова, то можно было сказать, но дело в том, что он на него накидывает неоднократно уже, так что... Ну... Такие дела. Благо я за этим не так хорошо слежу, а то, наверное, у меня тоже жопа с этого горела, вот, но, в общем, я так понимаю... Слушай, у меня с этого жопа не горит, просто я скорее... Ну, мне как-то странно смотреть. Я тут без... Скажем так, я тут не подразумеваю, что у тебя она очень сильно на это горит, поэтому... Да и ну... Я здесь имел в виду, что меня бы это возмущение как бы тоже вызывало бы. Это так. Вот, но понимаю, понимаю, да, что... что в виду имеется. Ну, я снова же... В общем, все говорят по-разному, не знаю, возможно, вы правы. По поводу царистов я что могу сказать? Да, они, когда появляются в кадре, они выглядят иногда немножко кринжовенько, но в основном сыч, на самом деле, свят в меньшей степени. Но, во-первых, они все-таки умеют писать и пишут до сих пор достаточно на нормальном уровне. Они, во-вторых, продолжают делать контент даже немножко монтажный, то есть, видосы... Ну, не просто стримы, а видосы. Например, там серия видео про войну по Клоузевицу и оценка СВО с точки зрения классика военной мысли, да? Опять-таки, там было про то, что воевать по-сталински как, тоже было интересное видео, но что многие там говорят, что надо было как при Сталине, вот, и там рассказывается, как при Сталине, собственно, воевали. Это, это, это знаешь, это как вот, сейчас на секунду ты, что в чате на комментарии, Холмогоров старый, скучный дед бесконечным самомнением, который Господь интеллектуал с фигой в кармане. Но здесь я не совсем соглашусь, он скучный, очень часто, да, но он и вправду интеллектуал, то есть найти очень мало было, условно говоря, рунатов с таким же багажом начитанности и знаний, какие есть у Егора Холмогорова. Отчество, я его не помню. Ну, смотри, тут как бы просто я бы не сказал, что очень мало, но просто он чуть больше расфорсился, чем некоторые, да? Ну да. А так-то там был, ну, как бы и Крылов, и Севастьянов, и... Да, Крылова, жалко, очень Крылов, замечательный был человек, причем он по сравнению с подавляющим большинством этих людей был абсолютно неконфликтным человеком. Ну, вот совсем. Ну, неконфликтным, это неконфликтным в каком смысле? Просто периодически он бывает мог такое что-нибудь завернуть. Я просто помню его участие в какой-то конференции типа про русский национальный... А, там была тема заявленная Россия, национальное государство или империя, по-моему, это еще вот в самом начале десятых годов было. Так вот, там в какой-то момент стал... Ну, там пригласили туда много националистов и не только их, то есть там был Проханов, например, там был Максим Калашников, который типа себя позиционирует и как националист, но при этом и большой фанат СССР. Потом там кто-то еще... Блядь, кто-то... А, там был еще какой-то Перец совершенно поехавший, который рассказывал, что для того, чтобы в России все было хорошо, нужно полное церковление элиты. Короче, там были веселые иногда некоторые спичи, но в какой-то момент там начал выступать какой-то чувак, которого я вообще не знал. Он рассказывал про то, что нужно создать русский мартиролог, сбор информации, каталогизация ее по геноцидам, этническим чисткам русских, которые происходили в конце 80-х, 90-х годов, и в дальнейшем вот там этническая преступность в этих республиках, вот про это, про все, что-то говорил, говорил, и я уж не помню, из-за чего там произошел конфликт, но в какой-то момент Крылов, он, короче, встал просто из-за стола и начал хуесосить этого чувака и что-то там сказал, типа, ты мразь поганая, антирусская, и прям съебался оттуда, и я что-то, я вообще не понял, типа, о чем прикол был. Ну, не, не, бывало, не, у Крылова были странные загоны, например, у него был такой период, видимо, из-за очень большого влияния Дмитрия Евгеньевича Голковского, да, когда у него было, ну, про Дмитрия Евгеньевича Голковского, плеяду жижистов и влияние Дэга на дискурс, это, конечно, отдельная тема разговора, причем на дискурс с годами, потому что какой-нибудь, например, Добрый Дед Задумов до сих пор как бы этим страдает, хотя человек хороший, телега у него неплохая. Я, если что, плохо очень отношусь к Голковскому. Так я, так я тоже не особо, ну, типа, я тоже к нему не особо хорошо отношусь, ну, как, Голковский неплохой писатель, ну, правда, пишет он неплохо, у него есть слог, к его концепциям и всему этому я отношусь плохо, к утятам и тому, как они людей периодически травили еще хуже, и тому, как он там с Русатом инфилирован был. Да? Да. Я просто это не знал, а там утята они прям травили людей? Ну, не, извини мне, у Голковского была, если я правильно помню, в Исландии даже недвижимость, которая подразумевалась как база для утят, там, что-то такое. Слушай, ну, в случае с Голковским там большой вопрос, насколько это имело отношение к реальности. Ну, не, 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 Голковский, у Голковского были спокойно на это все, я думаю, деньги. Я просто, как бы, снова же Голковский на, даже, говорите, гранты получал государственные все время. Деньги. Да, если я правильно помню эту историю, то у него, значит, был почитатель, я уже рассказывал на стриме, ну, как не я это рассказывал, Ваня, не знаю, что это, не суть, значит, ему этот самый, как бы мне не наврать, не наврать, какой конкретно орган сейчас, Роскосмос гарантики выдал, по-моему, через Роскосмос он их получал. Голковский Роскосмос, нихуяся, блин, в жизни именно Роскосмос. ты не, как бы, ты не недооценивай масштаб фигуры Голковского, не в том смысле. Космических масштабов фигуры. Ну, смех смехом, но Дэк, он, как бы, к нему не относится, хотя понятно, что отношения скорее отрицательные. Как бы, у меня в основном, за исключение, ну, как бы, его влияние, в принципе, на полиции ду, даже тем же самым словом, на виоп, гегемонами, субгегемонами и кучей всего другого, оно, оно, как бы, не поддается оценке. Как бы, извини меня, Голковский, он, мало какой-то хороший топовый стеймер, столько денег зарабатывает, даже сколько он сейчас, хотя он давным-давно не в моде. не, ну, я что могу сказать, с тем, что его терминология, она сейчас является в определенных кругах общеупотребимой, это да, это с этим я полностью согласен, что его влияние именно на вокабуляр не поддается, ну, как сказать, нельзя, невозможно не учитывать, то есть оно объективно есть. Так, даже не на вокабуляр, а даже на мысль, на мысль, почти целая плеяда таких русских деятелей, самого разного толка, ну, в том числе и националистов, они имели очень тесное отношение с Голковским, от большого до малого масштаба, как бы, ну, Волков, Волков, с ним очень плотно общался, Крылов с ним очень плотно, а какой Волков, простите? который, почему РФ не Россия? Ага, я тебе больше скажу. То есть он с Голковским общался? Да, так он очень был благодарен Голковскому, я думаю, наверное, тоже благодарен, они очень долго общались, а почему благодарен? Потому что у Голковского есть очень известная книжка «Бесконечный тупик», она даже с Голковского спешно упускалась. Это главный его труд. «Опус Магнум», да, его, и в ней, если не знает память, он опубликовал главы Волкова, которые тот еще никак не мог опубликовать ни у кого, причем бесплатно сам, то есть он их прочитал где-то, и, собственно, под именем Волкова их опубликовал у себя в литературе, то что он же у нас Сергей, по-моему, да, человек хороший, я хочу получить фамилию. Сергей Владимирович, Сергей Владимирович, да-да-да, Сергей Владимирович, да он. Вот, и, собственно, Сергей Владимирович Волков с Дегом долго очень общался, и вплоть там до, по-моему, чуть ли не наших дней у них переписки иногда причины происходили. Вот, поэтому, ну, еще есть, как бы, задумав, который, ну, помнишь, задумав. Я знаю, такой, старый человек. вообще, знаешь, Каменский тоже, Каменский, ну, Каменский такой себе русский националист, но тоже. Каменский, не Каминский? Ну, Каминский, не, подожди, я не, я про другого, я подумал, блядь, вообще про Каменца Кирилла, про этого, который... не, я про старого жжиста Каменского, который, понятно, я не знаю, к сожалению. Ну, вот, у него есть очень хорошая телега, очень смешная, я тебе могу скинуть потом. Ну, кстати, да, они поссорились с Дексом Волком в какой-то момент, но почему, неизвестно. Ну, смотри, я вообще, вот, про Дега, при том, что я, так сказать, слежу за русской националистической этой всей движухой где-то со второй половины нулевых, то я про Дега впервые услышал, когда начался спутник и погром, и вся связанная с этим история, то есть, получается, в начале десятых годов. И я как-то, мимо меня это всё отлично проходило. Возможно, потому что я в основном ориентировался на Александра Никитича и Севастьянова, это такая вот первая величина, с которой я ознакомился в русском национализме, ну и, в общем, учитывая полноту охватов там его работ, да, на полноту охвата темы этой русской националистической, я как-то в принципе и, ну я его и до сих пор уважаю, хотя я многие взгляды его сейчас уже не принимаю, но тем не менее. Ну то есть, это человек, который впервые в движе вот чётко сформулировал важность принципы этнополитики и отношения к этносу в национальном дискурсе. Так вот, это, ну он сейчас не особо известен, потому что он не получил такой известности ни как Крылов, ни как Галковский, но тем не менее. Значит, что я хотел сказать про Галковского, да, про Галковского я почему-то в этом контексте, даже при том, что я знал про Крылова, я знал ещё там много про кого, ну естественно, про тех, кто не особо пишет, но кто занимается действительно там уличной политикой или даже немножко официальной, там. А, ну кстати, да, извините, перебью, погром тоже перед Галковским. Ну не то, что был бы зал, но имел с ним очень плотную смесь. Да, и вот, собственно, я знал многих и, ну так бы, взгляды многих людей оттуда из этого движа, много того, что там пишут, но при этом, опять же, там был журнал «Вопросы национализма», например, который вообще-то такой близкий к научному журналу, где там публиковались тот же Севастьянов, Крылов, Ремезов, Холмогоров. И при этом, при всём, ну, Галковского, во-первых, там не было, он всегда, видимо, был неформатный, он в принципе ни в каких общих тусовках, не участвовал, в общих ивентах, и о нём, ну, говорю, нигде вот ссылок на него и каких-то апелляций к нему я не слышал даже от Крылова. С другой стороны, Крылов, он там специфически, он в основном жжеху вёл, тоже там у него с Галковским интервью есть. Ну, это я знаю, да, я за тебя даже не смотрел, надо будет, наверное, как-нибудь, но смысл в том, что вот до Егора Погрома я вообще на Галковского не наткнулся, находясь с головой в националистическом этом дискурсе. Ну да, ну да, но я просто про то, что по поводу байки, значит, про Гранты Роскосмос, не знаю, насколько она верна, но мне это рассказывали люди, которые врать не сильно склонны, но бог с ним, а по поводу, так, тебя просят, тебя просят в следующий раз предупреждать о коллабах. Вот. А. А, ссылку на мою телегу я сейчас скину, я скину, а, нет, даже не буду скидывать, она есть в в описании. Ты мне скинь ссылку на стрим, а, на стрим, да, да, да. Ты мне даже, ты мне вот скинул свою телегу, а ссылку даже на свой YouTube-канал, я даже не знаю, где это происходит. Да, 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 извини. Извини, все, я тебе в Discord скинул. Угу. Так, о чем я, о чем я говорил? Ну, в общем, влияние Дега, оно просто чудовищно огромное, это даже, наверное, скорее печально, нежели замечательно, но живем, как живем. Живем, как живем. Без таких персонажей жизнь была бы намного скучнее у нас на Россиюшке, я думаю. И дискурс бы тоже был совсем уж другой. Вот. Возвращаясь к разговору, мне, кстати, заказывали этот самый твой стрим в гостях у Фри Картофеля с этим самым... Господи, как его же звали-то? Очень-очень странный персонаж, который с бронежилетами. Как его же звали-то? А, Роутер, что ли? Да, Роутер. Казак. Меня, честно говоря, в мрачный ужас вел этот стрим. А что там такое? По-моему, там весело было. Я помню, что там весело было. Он какой-то, я не знаю, такое чувство, что человеку помощь нужна, прям совсем что-то нехорошо у него с головой. Ну, то есть, это не очень хорошо, когда человек, ну, не знаю, может, это у него в планах было такой образ создать, но когда человек противоречит себе на каждом втором слове, это, ну, мрачно. Честно говоря. Ну, что могу сказать, да? Не, на самом деле, тот стрим, по-моему, получился довольно веселый. он веселый. Несмотря на то, что мне там угрожает, точнее, мне желали там смерти, пойти на фронт и сдохнуть, там мне желали, вот. Ну, я тоже, как бы, в ответ там всякое желал. то есть, то есть, это... Даже несмотря на это. Смешно, но недобро. Ну, говорю, мне, как-то, это тот случай, когда вроде какой-то пиздец творился, относительно, конечно, но при этом я какого-то зла не держу. Такое тоже бывает. вот. Ну, да, тут я, тут я солидаризируюсь. Ну что, я думаю, можно обсудить новости давние относительно. Что у нас там по новостям? Я, честно говоря, не знаю. Новости с похоронами немножко смущают все эти последние. Я, я не знаю. Скажем так, меня расстраивает, что из этого всего такого огромного шушу мы придумывали. То есть, может, у меня какое-то очень странное восприятие, но я к покойному относился как просто, знаешь, как бы сказать, простакул очень большому, которому люди с красивыми лицами и высокими градусами штуки интересные рассказывали, сказали, поезжай, поезжай, обменяй, это все хорошо будет, все у тебя будет хорошо, а потом получилось, что получилось. Ну, с другой стороны, зато, как бы, теперь-то такой поток грантов пойдет и семейство, и ФБК всему очередной, и соболезнованным людям быть хорошо. я думаю, там и так гранты пойдут. Не, на самом деле, я ничего там особенно такого хорошего не вижу с этими похоронами, ну, в принципе, смерти. А я про хорошего не говорю. Не, не, а я не говорю, что это хорошо, мне человека жалко. То есть... Ну, вот мне тоже. Ну, у меня, смотри, какое у меня отношение к Навальному, я могу сказать. Я его фанатом никогда не был. Даже когда был в движухе, я как-то, опять же, не потому, что я там сразу понял, кто это такой, сразу там по лицу понял, к чему он там ведет. Нет, просто, опять же, для меня большим авторитетом был Александр Никеевич Севастьянов, а он еще в конце нулевых годов, когда Навального толком никто не знал, он тогда сказал, что ну, по своим каким-то каналам, там же все равно что-то доходит, он тоже там вращается в разных кругах. Короче, по своим каким-то каналам у него была информация, что этот человек, ну, совершенно непростой, то этого человека кто-то ведет, то это не просто парень с улицы, условно говоря. Так что там был скорее такой посыл не обольщаться и не особенно верить тому, что он реально националист. А он тогда именно под эту сферу, под этот сегмент политического мимикрировал. Вот, и поэтому я как-то ему особенно никогда не доверял, даже когда там с него сал кипятком Егор и просвернен и более-менее к нему был равнодушен. Вот, но человек, если так вкратце говорить, с моей точки зрения, без политических взглядов, но с огромной, с огромным желанием дорваться до власти. Было бы это хорошо или плохо, не знаю, но тем не менее. Вот, и при этом ну, человек действительно смелый, кроме шуток. Вот, такое интересное сочетание, то есть человек с одной стороны вроде как безидейный, но при этом авантюрист. Ну, я бы не сказал, что он прямо авантюрист в классическом понимании этого слова. Я не знаю, кстати, а на что он вообще рассчитывал. но я сейчас скажу, что я по этому поводу думаю, почему она так вышла. Так, ты договорил? Я могу? Да. Но у меня к Навальному отношение было всегда своеобразное. Во-первых, меня очень сильно, мне было на него в основном плевать, мне он никогда не нравился, по очень простой причине. Я очень люблю, когда люди в корень меняют свои взгляды. Очень не люблю. То есть, когда вот ты вчера, значит, Рунатовец, сегодня рассказываешь, как бы, поначалу надо Крым вернуть в стране 404, а потом уже, конечно, под давлением начнешь рассказывать, что это не бутерброд и все хорошо. Но, по-моему, если мне память не изменяет, сначала Навальный вполне себе поддерживал идею возвращения этого. Называл это и оккупацией, и аннексией, и чем еще угодно. Если я правильно помню, поправьте меня в чате. А по поводу всей этой деятельности, но меня, во-первых, очень сильно смущало, на что живет ФБК. Мне, конечно, люди из моего окружения, которым он сильно нравился, говорили, ну там же пожертвования и все такое. Но я искренне не верю, что невозможно содержать такое расследовательское бюро столько людей на одни пожертвования с Ютуба и стримов, грубо говоря. Ну, первое. Меня это очень смущало. Во-вторых, я очень сильно не понимал шок и трепет у людей от того, что, вау, кто-то из чиновников ворует там миллионы, миллионы, миллионы. Для меня это всегда какой-то был самоочевидный факт. То есть, ну, не совсем я понимал, почему как бы от этого люди в такой шок входили, потому что, ну, я не знаю, я всегда считал, что это как бы, ну, это не норма, это плохо, но это известный факт, и, ну, ничего с ним не поделать. В-третьих, меня очень сильно смущало, что в расследованиях присутствовали вещи, которые, скажем так, в открытых источниках вообще нельзя обнаружить. Вот. И последнее, и последнее, я, конечно, ну, такие люди не существуют на пожертвования, очевидно, что он спонсировался с кем-то. Кем? Ну, мне уж без разницы. Но очевидно, что не нашими властями, я думаю. Про теорию Навальный агент этой самой конторы, я никогда к ней серьезно не относился. А по поводу, почему он вернулся в Россию, да? Я на 99% уверен, что ему какие-либо люди из ФБК, или люди из Европы, которые ему, значит, денежку пошляли и помогали, с абсолютной серьезностью доказывали, что он слишком важен для России, для всего на свете, поэтому это будет такой очень красивый политический жест, а мы тебя, значит, вытащим, там, через пару месяцев обменяем, как бы, на каких-нибудь пиндосов или еще на кого, и все будет хорошо. Ну, а по итогу человека, как просто разменную монету бросили и забыли. Ну, смотри, это действительно бы было бы вот полностью как бы я бы это совсем не оспаривал, если бы такой момент, что все-таки он вел себя определенным образом, находясь там в тюрьме, и он все-таки там объявлял голодовке, да, и вообще ну, не производил впечатление человека, который вот делает все, чтобы быстрее выйти. Там скорее человек делает все, чтобы стать героем. Ну, снова же, голодовки, еще вопрос, насколько они соблюдались, вот. Слушай, ну, по-моему, по нему видно, что он не видел не здорово. Не, не, понимаешь, чем проблема? Любая колония на человеке хорошо не влияет, можно посмотреть на кучу зэков, которые жутко выглядят без всяких голодовок. Ну, ты же сказал, это огромное количество людей. Да. Ну, а во-вторых, я снова же как бы из, понимаешь, с чем проблема? У человека нет взглядов. Тут, я думаю, мы солидарны, правильно? Да. Во всяком случае, ну, мне так кажется, исходя из того, как он себя вел. Может быть, какие-то взгляды у него есть, но они настолько странные, что их невозможно считать вот по его поведению. Ну, так вот, я просто про что? Если мы считаем, что человек нет взглядов, он именно политический авантюрист, не в политическом смысле, но политический, да, он, значит, но при этом он самовольно едет туда, где он гарантированно будет арестован, и, ну, это самый очевидный факт, он здесь может опираться только или на глупость, или на то, что люди ему какие-то просто сказали, что все с ним будет хорошо, все будет окей. Как бы, тут два варианта, или это глупость просто, или это человека к размеру им они тут отправили. Какой из этих вариантов хуже или лучше, я не знаю, оба такие себе. Оба на нем ставят кресок на потенциальном политике России, замечу, какой-то будущего там, но оба они, на чем-то плохом сигнализируют, что один, что другой. Я извиняюсь еще раз, один, что он глупый, а второй, что... А другой, что его просто... Ну, это тоже связано с глупостью, но заключается в том, что мы просто сказали, что тебя обменяют, вытащат, все будет хорошо. Но в одном случае я пойду геройствовать, пойду сяду, знаю, что я сяду и полетел. Второй, как бы... Мне как бы сказали, что вытащат, я поеду, значит, и сяду. Ну и плюс, нам же известен факт, что его уговаривали лететь. Он же не сам, как просто такой, а все, полечу, его же уговаривали. А в этом причем сами ФБКшники рассказывали, помнишь? Ну, да, да. Что его именно, что ломали и говорили, поезжай, поезжай. В известном смысле, что он не так... Хорошо, не, я тут, опять же, во всем согласен, но до того момента, когда мы начинаем смотреть на его поведение в тюрьме. То есть, опять-таки... Можешь, прости, что перебью? Тебе тут твой подписчик, спасибо за 10 рублей, пишет, дорогой наш Ярослав, пожалуйста, предупреждайте совместно в следующий раз, чтобы мы не узнавали о том, что где-то гость от чувака из дискорда, скобочки открываются, да, ты уже кинул ссылку, молодец, но все равно надо предупреждать, точка. А, нет. Хорошо, я понял. Вот, все. О чем это я? А человек с ником Гедекс, вот, или Гедех, Гедех, наверное, все-таки. Да, Гедех, да, Гедех, я рад тебя видеть, тебя уже сто лет не было, но... Вот, продолжай. Ну, я понял, что как бы в тюрьме он выглядел как человек, который не ждет освобождения скорого, вот в этом твой момент. Он в тюрьме выглядел как человек, который не просто не ждет, который не пытается как-то... Укоротить срок. Да, как-то укоротить срок, а наоборот, который всячески идет на обострение отношений с администрацией и, ну, понимаешь, что стоит уйти красиво. то есть, на это работает, чтобы уйти красиво. Вот, как-то так. И для меня это не вписывается в картину, которую ты описал. Ну, кстати, я здесь не вижу противоречия, потому что очевидно, что, когда тебе говорят, что тебя там вытащат, так или иначе, люди с красивыми лицами из Европы, очень, очень вряд ли, что на подобные решения твое поведение в колонии как-то повлияет. Ну, в том смысле, что, как бы ты там себя не вел, тебя как бы, если, ну, скажем так, на этом уровне до этого внимания уже не обращается. По-моему, тут скорее вопрос в том, что он не пытался как-то на УДО пойти, если оно для него было возможно или еще что. Ну, а смысл на него пытаться идти, если тебе сказали, что там уже по большим дипломатическим каналам тебя вытащат. Ну, вот, вот я о чем. В общем, не вижу здесь противоречия, но это твоя мысль, я понял, да, что... Ну, опять же, вот тот момент, что его хотели все-таки вытащить, я так понимаю, это сейчас моменты не особо очевидные, то есть, об этом рассказывают ФБКшники, но я бы здесь не... Ну, я им не особо доверяю в этом вопросе, вот ей-богу. Ну, в данном случае я просто немножко подключаю какую-то, наверное, внутреннюю конспирологию, я все-таки совершенно не рассказываю, а не то, что... Я не то, ну, скажем так, я это вижу как то, что человеку... Тут или, ну, два варианта, или он по своей глухой, или его просто уломали, он просто с дур поехал и сел, причем его еще уломали, да, или же ему буквально сказали, что мы тебя вытащим, причем не на уровне ФБКшников, какой-нибудь там дипломат, немецкий там, английский, еще какой угодно, потом все-таки про него просто забыли и все. Ну, окей, но, опять же, даже в этой ситуации он все равно выглядит как, ну, довольно рисковый и смелый человек. Ну, на мой взгляд, это, как бы, скажем так, смелость иногда с глупостью очень-очень рядом проходит. Ну, в общем, не знаю, меня это вот очень-очень-очень сильно смущает это. Так, спасибо большое, Иван Кобылкин, за 50 рублей. Добрый день, уважаемый гость. Интересует два вопроса. Что вы думаете о задержании узника совести пророка Санбоя и готова ли выступить с призывом в освобождении? И второй вопрос, удивительная дива. Юлия, Юлия Навал даже не приехала на похороны, ни дети, ни жена. Они не под угрозой ареста. Но то, что они не приехали, это очевидно, потому что им люди сказали не приезжать, потому что это бы очень сильный медийный эффект имело. Тогда бы как бы образ ужасной диктатуры Владимира Владимировича и жуткой России Мордора сломался. Что как бы, извините, пустили людей на похороны человека. Быть такого не может. Да почему? Ничего там не сломалось. Ты так говоришь, это слишком мелкое событие, чтобы это что-то сломалось. Ты видел, что ФБКшники придираются буквально к чему угодно? Он предъявил, что они постоянно к чему угодно придираются, так что ничего бы не сломалось. Там бы всегда нашли, что сказать. Это буквально по Пианковскому, или как этого деда зовут, который рассказывал про то, что Си Цзиньпин не приедет в Россию, потому что Россия это уже в мировой политике ничего не значит. Потом рассказывали про то, что Си Цзиньпин приехал в Россию, но не будет встречаться с Путиным. Потом рассказывал про то, что Путин там перед ним как холоп, когда они уже встретились. Это на любой шаг найдется объяснение. Это да, но люди же поддерживают образ просто какого-то кошмара и мордора, и нельзя допустить никакого белого пятна. Но тогда я не знаю, почему они не приехали. Мне тогда искренне понятно. Я знаю, почему они не приехали. Потому что ну ладно. Я скажу. И второй вопрос. Я не знаю, мне этот вопрос или тебе, но санбоя, я сомневаюсь, что санбоя есть какую-то опасность. Я думаю, его отпустят. Призывать о высвобождении не буду, потому что я даже не знаю, за что его задержали. Я тоже, если честно, не в курсе, за что задержали санбоя, так что его же вроде отпустили уже. Ну вроде отпустили. Была новость, что отпустили. И еще один донат. Короче, писец, я хочу попрощаться с тобой. Я знаю, что ты мной дорожил, как одним из золдов канала, но блядь, яйца пиздец зудят, красные, какой, секунду, красные, как жопа макаки. Я просто не могу терпеть. В общем, я помню. Это конец. It's overbross. Не поминайте лихом, короче, вот некий папа Барбускиных, вот. С покрытием. Ой, блядь. Это, сука, ёпта. Это Ну мое дело зачитать, я зато выводов не делаю. Говори, почему не приехали, на твой взгляд. Я сейчас буду ругать своих подписчиков, блядь. Не, ну чё это за хуйня, реально? Это сука. Ну люди отдыхают и веселятся, понимать надо. Эй, блядь. Да, они отдыхают, они сначала у меня, блядь, в Дискорде отдыхали, блядь, веселились, и у меня там уже успело пригореть, блядь, с поведения некоторых граждан. Вот. А теперь, блядь, продолжается какая-то эбатория. Короче, в общем, да, чё там было, я, блядь, уже успел про всё забыть. почему Джулия, Аль-Навальни и семейство не прибыли? А, ну смотри, она же дохуяна говорила там за рубежом, то есть там можно было просто пока она приедет, там возбуждать дело и... Хорошо, но дети почему не приехали? Дети-то сто процентов ничего бы не было. Ну, во-первых, я не знаю, что там говорили дети, но дети, дети, наверное, могли приехать, но я подозреваю, там просто решили перестраховаться на всякий случай. Вот, так что... Ну, не знаю, как бы... знаешь, ей-богу, вот я бы на месте как бы сына человека, которого держали в тюрьме по беспределу и там явно гнобили, и он при странных обстоятельствах там умер, вот реально мне бы было, наверное, страшновато приезжать туда, где, в общем, господствуют люди, которые, возможно, в его представлении его убили. Ну, блин, так или иначе, прямо или косвенно они на это повлияли. с родителями все в порядке. Никто их не задерживать. С родителями все в порядке, ну... Никто их там не мучает. Все в порядке, абсолютно. Ну, не знаю, может быть перестраховываются и в принципе в случае с детьми я понимаю, почему это происходит. Ну, а в случае с женой это вполне понятная история. Там ссора очень большая. У них с семьей. С кем? Родители с семьей? С этом. У них же со старшим сыном, короче. Что там он с матушкой очень большой ссори находится. так, а как это... Не знаю, мне просто рассказывали эту историю. Не, а подожди, я просто не очень понимаю, а как это влияет на то, могут они приехать или нет? Я просто к тому, что там... Он от семьи отрёкся. Не, ну, что там есть люди, которые как бы... Ну, скажем так, там есть совершеннолетние дети, которые сами могли приехать, то есть без... Ну, насчёт детей, окей, насчёт детей, хорошо. Я в принципе... У меня единственная версия, что просто перестраховываются. Да, но опять же, есть определённые основания не доверять, скажем так, властям России. А вот с женой там, по-моему, всё ясно. Она наговорила на... Не, с женой понятно. Прилюжные статьи. Для меня Навальный... Так что, не, я не стал бы... Это знаешь, вот как у меня на самом деле тоже жопа пригорела с того, как её начали хуесосить, типа, вот как она могла, там на церемонию Оскара, по-моему, она, да, выходила. Или куда она там? Человек и в оборот пустили деньги, зарабатывать не нельзя. Не, 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 ну чувак, причём если оборот пустили... Просто она же на Оскаре была, правильно? Я не помню где, я знаю, что она недавно в парламенте выступала. Не, 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 ещё несколько месяцев на жар, что ещё живой был Навальный. Ещё тогда в стране 404 у всех там жопа начала гореть, там Зеленский стал возмущаться, чего его не позвали на Оскар, а там этих навальняв, как говорится, а этих навальняв туда позвали, семью Навального. то есть, там какое-то безумие было абсолютно. Так вот, ну, там претензии были к Юлии Навальной буквально за то, что как она могла, при том, что её муж там находится в тюрьме, там с детьми туда прийти, получать какую-то премию. Я уж не помню, блин, а почему здесь Оскар и эта премия? Может быть, это... По-моему, это Оскар был. Я не знаю, как они, на кой хер их туда вообще вытащили, почему и какое отношение они имеют к киноискусству. Ну, а, а, блядь, вспомнил, извиняюсь. Короче, там был фильм про Навального, он же там что-то занял, по-моему, или участвовал, как минимум, в программе. Фильм про Навального. Вот. И их за хуех усосили за то, что как они посмели там улыбаться на этой премии и вообще туда прийти. Ну, то есть, по-моему, как раз самое адекватное, что они могли сделать в этой ситуации, чтобы помочь Навальному, да, дистанционно так, но это придать максимальной огласке эту ситуацию и прийти на эту церемонию и рассказать там, там произнести речь. Так что, вот, но там все равно ее засрали, вот, ну, и я на самом деле не понимаю, когда вот такое, какое-то начинается засирание вообще всего, что ты там, не там улыбнулся, не там пускай делал. Я это тоже не сильно понимаю, я просто к тому, что, ну, в общем, не знаю, я, мне не очень нравится раздувание из этого, какого-то такого, очень-очень большого гигацирка, потому что в Германии, например, там местные власти, там уже петиция набирает огромные обороты, чтобы, короче, перенименовать какую-то одну из старейших улиц Берлина в честь какого-то великого архитектора, который там часть Берлина отстроил, да, в 19 веке, в честь Навального. Ну, слушай, я, если честно, буду не против, если в Берлине появится улица русского человека, почему нет, почему? Ну, я... Экспарсия русской культуры, пускай и так. Я знаю, в общем, я бы не к Навальному, вот именно к самому... Так, секунду. Какой же ты еблан, я тебе делюсь своими последними словами, а ты только прохитиканье, я тебе просто буду переправлять эти донаты, адресованные тебе, потому что я контекста вообще не воспринимаю. Так, а что, ну, ты, наверное, зачитывай, все-таки на стриме стоит зачитывать. Не-не-не-не, там, в общем, отношение лично к тебе, значит, ты на нас не рыгайся, мы же люби, мы же люби херотин творим, вот давайте интересность расскажу, я буду следовать ведущим на празднике в честь 8 марта, просто это робот и так зачитывает на стриме, и выводит, я про это. Вот, а как-то по второму разу зачитывать то, что я абсолютно не понимаю, я не знаю, спасибо за 50 рублей, спасибо за... Да-да-да, у меня все зачитывается, если бы оно не зачитывалось, я бы не... Я понял, я просто думал, не зачитывалось. Я бы зачитывался, и вот второй, вот, да. Был ведущим на вечеринке, на празднике в честь 8 марта в своей шкиле, блядь, а у вас что, уже вечеринка была, еще до 8 марта дожить надо? Господи. Да. Понятно. А, ага, понятно. Так, секундочку, вопросик. Ну, в общем, закрываю вопрос про Навального. Мне его жаль, но я к нему относился не особо хорошо, но... скажем так, я никогда не поддерживал его программу, я не считаю, что он был хорошим там правителем или каким-то таким реальным политиком несерьезным, но какая-то польза от него и вправду была, и... закончил он не очень радушно, мне его жаль по-человечески исключительно, я вот солидаризируюсь там с большинством некорологов в Телеграме в данном случае, мне его жаль, вот, но это никак не отменяет именно к его деятельности кучу вопросов, вот. В целом согласен. Ну и, собственно, донат Иван Кобылкин за 50 рублей, спасибо, собственно, я и гость, вопрос еще один, знаете ли вы канал аналитика Диванного Легиона, можете сказать что-то о нем, интересуют еще вопросы о перипетиях линии личной жизни гостя, когда в последний раз он был, бывал на заправке, как гость относится к блогеру Роутер ТВ и купил ли ПСС у него броню? Замечательно, собственно, про серьезный вопрос про аналитика Диванного Легиона я оставлю на потом, купил ли ПСС у него броню? Вопрос. Нет, не купил. Как ты относишься к Роутеру ТВ? Как? Он смешной. Когда последний раз бывал на заправке? Не бывал, у меня машины нет, так что мне там нечего делать. Вот. Ну, замечательно. А по поводу Диванного Легиона я сейчас скажу сначала я. Если я правильно, кто, понимаю кто это, но не знаю, у меня сложилось в нем впечатление не особо положительное, потому что у него были какие-то гига копиумные, причем захохлядские копиумные видосы в первый год спецоперации, где он говорил, значит, что он предполагает, что, значит, все-все российские власти, они сливают всю Россию и, значит, вот, значит, тотальное предательство, в обком пробрались враги, причем враги-то весь обком, что я как бы воспринимаю как какую-то тотальную шизу, честно говоря, что тогда, что сейчас. Потому что он, конечно, мнение поменял, но если это то, о ком я думаю, то, ну, блядь, как. Типа военная аналитика уерша в болоте намного лучше. Если вы чисто, вот просто аналитика действий, как бы. А какие-то там политические аналитики вместе с военной, то там она была какая-то странная, на мой взгляд. Может, она и поменялась, не знаю. Может, там уже все хорошо и слава богу. Вот. Мое мнение. По поводу аналитика диванного легиона. Мне как-то заказали его видос еще в 2022 году относительно в начале его. Там, по-моему, было что-то про глупости или измена, что-то вот такое. И я когда посмотрел, вообще, что там демонстрируется, какие кадры, а это еще какое время было, там только приняли эти законы по дискредитации, я сказал, не-не-не, ребята, давайте на замену за те же деньги что-нибудь напишите. Я такое смотреть на стриме не буду, ну его в пизду. Потом я посмотрел это вне стрима. Да-да-да. Сейчас расскажу. Так, еще спроси у Ярослава, как он относится к наименованию Берлинской улицы у политического института в честь политолога Сахарова. Ой, Зингерман Джорджи, иди в жопу. Значит, потом это значит, потом отвечу шутник, опять же, из моих подписчиков, блядь. Я понял. Секунду, сейчас. Товарищи 30 с чем-то моих дорогих значит, карликов, у вас чат, понимаете, приезжие оккупировали, буквально занимаются замещением, вы хоть покажите, что вы а то, понимаете, это как-то, ну, я понимаю, там, рабочие силы, все такое, но понимать-то надо. Ладно, все, продолжай. Извини. Видишь, к чему привел этот, к чему привела запущенная в моей телеге ссылка, значит, сразу к нелегальной миграции массовой, в общем, да, чё, блядь, мы на чём остановились, а то тут... На диванном легионе. А, на диванном легионе, так вот, говорю, не захотел я смотреть этого диванного легиона, а потом посмотрел, ну, на стриме, а потом посмотрел уже после стрима, и на самом деле, ну, какая-то хуйня, если честно. Ну, вообще, какая-то шиза, просто там, ну, аналитика, вот, реально, уровни диванных экспертов, каких-то, школьников, так что... это, это всё, всё, пополнейшая хуйня, по поводу Ерша в болоте, кстати, я тоже его смотрю. Ну, Ерш в болоте, да, да не, ну, скажи, чё. А, ну, плане, что у него есть некоторые видосы, очень хорошие, прям такие, очень интересные, но большинство видосов у него, они крайне многословные, и там, ну, подача, конечно, просто пиздец. У него, извините, когда вам выдают реальный... защитный документ, я не понимаю, зачем он это делает. То есть, чтобы каждый раз можно было свериться с этим уставом, ну, то есть, а нахуй. И он, ну, он, блядь, он реально косноязычный, многословный, я понимаю, я сам косноязычный, многословный, но это какой-то пиздец, ну, вот правда, и тем более, я косноязычный, многословный, в основном на стримах, а вот в видосах я все-таки от этого отхожу, и это свожу к минимуму. То есть, там прям концентрированная информация, и в максимально таком удобном для зрителя формате. И в визуальном, и в плане звука. Ну, да. У него же там, иной раз, ты просто вообще забываешь, о чем он говорил. Есть такое, да. Просто слушаешь, как песня, блядь, и все, и ты приходишь там некоторые фрагменты переслушивать по раза по три, по четыре, чтобы вообще понять, что он там, блядь, пиздит, потому что там очень длинные предложения, это не воспринимается так, это может быть, на письме можно было бы воспринять, на звук это воспринимать невозможно, это ужасно. Ну да, но здесь я согласен, то есть, там у него надо очень сильно фильтровать видео, одно дело, это там послушать про состав там, я не знаю, дивизии, там, наполеонику какую-нибудь, а другое дело про, там, про документальную, значит, документальное описание какой-нибудь там, я сейчас придумаю, какой-нибудь там, советской, советской, мотострелковой бригады, образца там, какого-нибудь, 75-го года, ну, второй слушатель, это документальное описание, оно присутствует у него в современных роликах, блин, про Украину, на экране, но он просто, так понимаю, берет самое последнее, что было, привет, Роликин, кстати, здесь у нас чат захватывают, как бы, вступай в противостояние за, за отечество буквально, о чем это я, о чем это я, ну, еще, проблема в том, что, из-за того, что у меня большая часть аудитории, это часть, это аудитория ковра, за исключением той, которую я сам набрал, да, там, случайно заходящих, там люди, в основном, не просыпают, но там, как бы, зло просыпается под ночь, в основном, как бы, знаешь, насколько я вот смотрю сейчас в твоем чате, там, даже сейчас, в значительной части люди, которые, ну, практически все, кто есть, это те люди, которые у меня, значит, на стримах тоже появляются. это, это, ну, да, 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 но вот это вот, как бы, последнее, это все твои пишут, а вот где-то в середину, там, в основном, товарищ, как бы, там совсем другой состав, вот, ну, просто еще много кого, короче, нет, эй, а кто тут не ковристый, а ММ, да, милорд, к вашу держит приказы, не, нет, приказов не будет, приказов не будет, у нас договорняк, понимаешь, все, все хорошо. Так, писец, писец в школе был физматом, но потом стал бухим, хоть со стихонарей на стримах, правильный дел в скобках, я думаю, у него какая-то психическая травма, связанная с этим, смеялся, как говорится, да, смеялся. Не, ну, я действительно учился в математическом классе последние несколько лет в школе, вот, и, видимо, определенная травма действительно есть, потому что, я гуманитарий, и сейчас просто бывает, когда вот вижу, что технарии делают, когда залезают в гуманитарную науку, у меня с этого бывает, пригорает. Вот, и... Ну, это правда, восприятие чистых этих гуманитариев, чистых технарий, гуманитарных дисциплин бывает абсолютно своеобразным, то есть там, конечно, люди, они не совсем понимают методологию гуманитарных наук многих, когда там нельзя просто взять что-то четко посчитать, есть очень... Как минимум, есть гуманитарные науки, у которых, у которых даже нету какой-то общепринятой коннотации, есть множество соперничьих, соперничьих школ, например. Да, и это не мешает им существовать в формате науки. Есть там какая-то общая, значит, общая признанность какой-то перечень информации, как бы, вот, ее, значит, восприятие, переваривание, какие-то новые, значит, исследования, абсолютно друг с другом соперничьи, в общем, вою за другом есть такое. Так, о чем, о чем, о чем я говорил дальше? Ну, собственно, это мы обговорили, это мы обговорили, ну, твоя терюча, что-то закинуть, это не устало. Так, закинуть, закинуть, интересно, это внезапно. Да, да, да. Кстати, как ты относишься, вот, к Академику Сахарову? К Академику Сахарову? Это какой-то вопрос, блядь, у меня, у меня плохое предчувствие от него воняет, но если серьезно, Академик Сахаров, который этот, Андрей Дмитриевич, да? Ну, тот, который, да, который придумал водородную бомбу, не тот, который, этот, антинорманист, и который возглавлял секцию Российская история, Российская Академия Наук долгое время, вот там-то, там был такой Сахаров, тоже еще один, и он тоже Андрей. Да, так, еще раз, про какого мы из них говорим? Не-не-не, про того, который самый известный, который водородная бомба, правозащита, который водородная бомба, диссидент, да, да, я к нему, ну, скажем так, я, за исключением основных вех его биографии, знакомен с ним достаточно слабо, и у меня какого-то стойкого отношения к нему не выстроено, вот, я скажу так, я, у меня ко второму, к второму Сахаровому, который антинорманист, более четкая линия партии, внутренняя выстроена. Слушай, не, ну, вот это интересно, это сейчас, вот обычно о нем никто не знает, это, вот про него прям интересно, давай, давай про второго Сахарова. ну, который второй Сахаров, я искренне считаю, что у него хорошие сборники для подготовки к ЕГЭ и по общей школьной программе, не говоря о точности академических данных, они-то, понятно, там, ну, не особо часто бывают, ну, вот просто, чтобы вот подготовиться к ЕГЭ, у него одни из лучших сборников, там, я, большая такая, большие такие книжки, история России, неплохие, а, как бы вот, и, история в России, это вообще штука достаточно сложная, потому что у нас слишком много вещей, очень спорных, поэтому, я в рот ебал, антинорманизм, норманизм, и мне и те, и те не нравятся, потому что у меня есть подозрение, что люди уже даже забыли, сами про что воюют. У нас, кстати, об этом немножко речи была, Павла Реутова, знаешь? Да, конечно, это охуенный канал, это охуенный деятель. В гостях у меня он не так давно был, но давно был, где-то месяц небольшой назад, мы с ним смотрели, значит, видео про про Вятскую, про Вятскую демократическую республику больше часа. То есть, прямо в такой формулировке там было, что... Да, 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 то есть, это какой-то загадочный канал, который с очень хорошим монтажом, пускает первое часовое видео, где рассказывается, значит, о независимой Вятской демократической республике, которая, значит, в Москве какое-то время сопротивлялась, вот. Причем там прям монтаж невероятно качественный. Там была шиза какая-то? Ну, там не шиза, там просто 90% видео просто додумывания есть ничего. Ну, просто с нуля. То есть, там про границы, про численность, про отдельные, про какие-то там народы, про города, то есть, ну, у нас просто нету никаких оснований о чем-то как-то об этом серьезно говорить, об этом, собственно, большая часть видео это буквально надумывание автора. Спроси у дорогого Ярослава, спасибо Гоша Зетта за 10 рублей, будет ли он сегодня делить водку на ноль с методом струящей, и какая у него любимая статья в Конституции Сахарова? Ну, а, Конституция Сахарова, этот Сахаров-диссидент, он Конституцию все написал, что ли? Да, он написал Конституцию просто под конец жизни, когда его уже хватил маразм, и там Конституция просто это реально творчество душевнобольных, это пиздец просто. Это безумие. Кстати, у, да, дай денег, мемалерц, да, я с ним согласен, у Солженицына была очень неплохая статейка по советам руководства будущей России, и вправду неплохая. Ну, кстати, насколько, ну, хорошо, я не читал, надо будет, наверное, ознакомиться. Она как называется? Я сейчас посмотрю и скажу. Вообще, Солженицына немножко жаль, потому что деда очень ни за что может говном, причем, очень много, и до сих пор очень, очень ни за что. Ну, с точки зрения человеческой есть некоторые претензии к некоторым его действиям по ходу его жизни. Ну, там были претензии к временам его заключения, что он якобы на кого-то донос и писал еще что-то. Проблема в том, что все эти аргументы провалились. Ну, просто они... Там были скорее претензии, что он, зная, что происходит периллюстрация писем, он пишет некоторые вещи, которые станут основанием для уголовного дела. Я встречал какой-то очень большой разбор значок. Секунду встала такая статья, кстати, она называлась «Сука, ты позорная!» Где какой-то буквально, по-моему, зэк даже, который знает про эти перипетии и всего этого, вот он это все дело разбирал. Это в нулевые еще появилось такая. Да, но просто подавляющее большинство случаев, когда пытались, значит, Солженицына в чем-то уличить, они проваливались. Ну, то есть, в том смысле, там был этот немецкий журналист, который якобы на него накопал компромат, но по итогу он отказался выдавать этот самый компроматный экспертизу письменную. И, как показало будущее, это буквально подделка была. То есть, Солженицына очень часто и много пытались уличить, но... Нет, то, что на него вылили просто какие-то тонны говна, причем... Причем он... Ну, я просто последнее, что скажу, поэтому Солженицына, он остается все равно фигурой подавляюще положительной по всей той информации, которую мы ныне имеем. Ну, не знаю, тут я со своей стороны ничего не могу сказать, окей. я просто о нем не то, чтобы настолько много знал, но то, что я знал до этого, может быть, это тоже уже разоглачили, там были некоторые претензии, даже не к взгляду, а к некоторым его... Ну, я знаю, я скину статейку, если найду, потом по поводу этого, да, я читал, а по поводу его статьи, по поводу России, сейчас, сейчас я скажу, как же он называется, короче, потом найду и скину, потому что я название не помню сейчас полностью, вот, а к тому академику Сахарова снова, что у меня нет с ним какой-то к нему серьезного отношения, то есть, выстроенного, я его за исключением бомбы и того, что диссидентом был, ничего не знаю о нем, но вот прям, как ты говоришь, такие дела. Понятно, слушай, а что-то пишет в чате шикарный стрим, особенно зло, я объясню, это просто там мем-пати накопилось и... А, понятно, я думал, уже что-то там проблемы с... Завалило, завалило, завалило мемами, да, вот, ну, в общем, такие дела, Сахарова, у меня там не к нему какого-то четко выстроенного отношения. Понятно, ну, кстати, по-моему, мне когда писали, я, кстати, сам этот момент не чекал, что якобы Сахар, ой, Сахар, блядь, я тебе к ликуху ему приду, это я ведь не специально сейчас сказал, просто Сахар. бывает, да, бывает, Сахаров, он, вроде как, к Солженицыну не очень хорошо относился, потому что он весь был такой интернациональный либераха, ну, отчасти, потому что сам был такой шизик, отчасти, потому что жена была еще более шизовая, чем он, вот, и вроде как, они что-то там на Солженицына гнали, учитывая, что Солженицын, он все-таки был такой правоконсервативный деятель, ну, такие вот дела. Солженицына, про Солженицына очень хорошее видео есть, есть такой литературовед, знаток Гоголя очень большой, замечательный дядечка, ну, уже не дядечка, уже очень-очень глубокий дед, Золотузский, можешь, знаешь? Как еще раз? Сейчас я имя скажу, я боюсь наврать, Игорь Золотузский, вроде до сих пор жив, не, не знаю, он был председателем Союза писателей, по-моему, если я правильно помню, да, он был Союзом Российских писателей первым секретарем, ему сейчас 93 года, дедушка родился, аж в 30-м году, 27 ноября, у него есть просто превосходные, ну, вообще человек очень большой, во-первых, он коммунистов очень сильно не любил, почему он там рассказывает, а во-вторых, у него очень интересная и сложная биография, он очень много общался, значит, с потомками белой миграции и некоторыми белыми мигрантами еще живыми, очень глубокими, глубокими стариками, и у него, значит, есть очень хорошее видео, там, полуторачасовая лекция, просто он жениться, но я рекомендую, если вот будет когда-нибудь желание послушать, он там интересные штуки рассказывает про него, особенно о том, как он жил в России, когда, помнишь, тот небольшой период, когда он в России был? Ну, в Российском Союзе, вот. Не, он и в Россию же приезжал. в Россию он тоже приезжал, да-да-да, в Россию он приезжал, да-да-да. Не, знаешь, мне вот что, опять же, давай вот, раз ты более прошарен в теме, мне будет интересно, кстати, от тебя услышать. Я вот, например, не понял ситуацию. я там донат, по-моему, пропустил, своему статусу. ну ладно, окей. Во-во-во. А, все-все-все-все, нет-нет, я его зачитал, все-все-все, хорошо, хорошо. Сильву плей. В 90-е был такой сюжет, когда Солженицын вернулся, триумфально вернулся в Россию, его здесь все встречали с цветами, а потом он здесь прожил достаточно непродолжительное время, и, ну, под предлогом вроде как того, что здесь никто его не хочет сейчас слушать и внемлить его советом, он отсюда съебался. Вот, и мне всегда это казалось каким-то, довольно инфантильным поведением и странным для такого взрослого уже вроде как умудренного опытом человека, типа, а на что он рассчитывал, что президент будет исключительно вот по его каким-то лекалам строить Россию, обустраивать Россию или что? То есть, меня всегда это поведение, оно как-то удивляло и, ну, не в пользу Солженицына настраивало. Как ты к этому относишься и вообще, может быть, оно не так? Ты, ты про какой конкретно? Про 90-е, да? Про 90-е, да. Так, сейчас я подумаю, просто он же два раза уезжал, поэтому главное не напутать. Уже в 90-е два раза? Ну, он как бы, не, ну как, его же из, его же изгнали, не, не в 90-е, там, в 70-х он же, в 70-х, по-моему, его в Америку выпнули обратно. Ну, его выслали, да. Да, габистые буквально выпнули его. Вот. Ну, подожди, второй раз, когда уезжал? Ну, в 90-е, да. Сейчас, сейчас. А, вот там этот, как нам обустроить Россию, если у него было? Она спорная, но она не то, что, типа, плохое, вот, как бы, по поводу того, как она называлась, я нашел. Так. Я что-то не пойму, когда же он второй раз в 90-е уехал-то? Что-то... Я просто не могу вспомнить, когда он уезжал-то второй раз из России. Ну, то есть он вернулся в... Сейчас, может быть, я что-то... Ему восстановили... Сейчас смотрю. Ему же восстановили гражданство потом уже в 90-м году. И уголовное дело на него прекратили. Так, ну, вообще, тут пишут, что он вроде как умер в Москве даже. Да, так вот, да, он умер в России, да. В 2008 году. Снова в России. Вместе с семьей с луженицем вернулся на родину в 94-м, прилетев из США в Магадан. Трампам-пам-пам-пам-пам, награжден орденом Андрея Первозванного. Угу. Так. Блин, слушай, а что, он второй раз не уезжал, что ли? не, его выпнули габисты, в самолет отвезли в 70-х, а потом он вроде не уезжал. Я про 90-е говорю. Не-не-не, не помню такого, просто я не могу вспомнить. Блин, слушайте, ну, значит, там просто какая-то, а, блин, почему я, почему мне какое-то... Может, там прокурило было что-то? Про съельцы, но чем-то. Слушай, получается, это вообще, он, значит, никуда не уезжал, это, блин, очень странно. Кстати, очень скромно, скромно жил. Почти все деньги отдавал на благотворительность, по-моему. Блин. Страна, откуда, почему я так думал, что он... Блин, не знаю. Ну, короче, я извиняюсь, видимо, я что-то напутал, может быть, с кем-то его перепутал. Блин, но... Да, походу, но я вот смотрю статьи в Википедии, тут вообще что-то, ничего такого нету. Получается, вернулся в 94-м, он продолжал здесь жить, и... До смерти, да. Да. Ладно, окей, извиняюсь, значит, я что-то это... почему-то напутал. Вот. Так. О чем это я? Так, о чем... Да, давай, что еще можем обсудить? А, а что вам двоим не нравится, в Солженицыне, если такие поводы есть? Ну, там есть вопросы с его биографией во время, значит, пребывания в лагере письмами, но их, по-моему, разоблачили, кстати, из письма тоже. Да, и письма тоже. Но там, короче, с этими письмами есть очень большой вопрос, потому что... Я, короче, зачитаю, если найду, я боюсь как бы наврать. Вот. А какие еще у меня претензии к Солженицыну? За исключением некоторых вопросов с литературным творчеством и его языка, которые мне не очень нравятся, у меня к нему претензий особо нет. Ну, типа... Ну, я Солженицына там практически не читал, я не фанат тоже этого языка, и как... Ну, я, в принципе, не большой фанат художки, если уж так говорить, поэтому не могу сказать ничего по его литературным произведениям. У меня скорее к нему отношение вот было определенное как к общественному деятелю. Вот. Но сейчас вот буквально на этом стриме выяснилось, что у меня в голове сидит вообще какая-то странная информация, которая выяснилось, что не подтвердается. Я вот сейчас реально задумался, а где вообще эту хуйню услышал, прочитал. Короче, короче, очень странно, так что я, я, пожалуй, по поводу Соженицына на сегодня сильно говорить не буду, то еще какой-нибудь хуйнина говорю. Сегодня, как говорится, все, понимаю, да. А так, что я еще хотел сказать-то? Может, наиболее... Ну, я бы, я бы, судьбок бы предложить про литературу говорить, но раз художка не сильно интересна-то там особо... Некоторые вещи я читал, давай перед худ... перед литературой я тебе вопрос задам. Давай. ты говоришь, что вот там по оружию угорел, да? Ой, давай, блин, у меня что-то... Сразу два возникло вопроса, давай, два оружия, а то там была тема. А почему ты именно Арагоном назвался изначально и почему ты хочешь сменить имя? Арагоном я назвался... я не помню, почему этому каналу очень много времени, имя хочу сменить, потому что, когда люди гуглят Арагона, они находят какого-то человека, который играет, пишет обзоры на какую-то, значит, Эплому РПГ, причем... А то есть это был канал вообще не... Ну, как бы твой еще до стриминга. Это еще, да, это еще мы канал до стриминга очень-очень давно существовавший. Понятно, хорошо. Хотя я об этом я уже жалею, что не создал на телеканал, хотя стою я об этом задумывался, причем они у меня даже были запасные каналы, но почему-то я решил этого не делать. Второй вопрос какой? Второй вопрос. Ну, он не совсем про оружие на самом деле, блин, он про то, что... Блин, блядь, сейчас я извиняюсь, я что-то забыл. Еще я очень увлекаюсь народной и исторической музыкой. Я могу что-нибудь рассказать про средневековую музыку, могу очень много хрестоматийных примеров русской народной музыки привести, про романсы там что-то знаю. Не, ну, романсы я люблю и фолк тоже люблю. Другое дело, что я не особо много в нем знаю, но, короче, к тебе можно обратиться, чтобы узнать, какие там есть новые тенденции. Я просто очень люблю русскую именно вот, как бы сказать так-то музыкальный аспект русской культуры я очень люблю. Не, романсы я тоже люблю и у меня как там в семье тоже были люди, которые это пели и многие я с детства знаю, так что это все, конечно, дело хорошее. Что за второй вопрос? Давай так, по поводу антинорманизма я что-то не понял. значит, у тебя был Павел Реутов, да, но ты при этом как бы как-то ты странно сказал, ты ставишь знак равенства между антинорманизмом и норманизмом или как, или что? Нет, не просто я очень сильно устал от этого диспута и считаю его очень проблемным и ныне неразрешимым по-хорошему в России, потому что, ну, как бы, что мы имеем типа по археологии и по истории? Был ли Рюрик очень сильно непонятно, с большим шансом Рюрик фигура мифическая, я думаю, с вами согласен. Смотри, ну, нынешние специалисты по этому периоду, у них разные мнения, например, Евгений Пчелов, он считает, что это вполне себе фигура такая существующая, насколько я понимаю, у Елены Мельниковой, у Федора Успенского у них там какая-то позиция, скорее, что, возможно, он был, у Игоря Данилевского, да, у него позиция, что это мифическая фигура, там, я так понимаю, единства нету. Ну, ну да, единства нету снова же, просто про то, что мы не можем не сказать точно, что он был, и что его не было, то есть, к сожалению, с какой-нибудь Зинши Хуанди фигура намного более историческая, нежели исторически подтверждённых, каких-то археологических, которые бы указывали нам на Рюрика, что он известен по письменным источникам, которые появились значительно позже, чем он сам, и долгое время даже имя Рюрик, например, оно не использовалось в династии, в этих, в династических именных книгах, да, оно очень долго не употреблялось, как бы, Рюрики, которые не тот старый Рюрик, они появляются как раз... Они сильно позже, да-да-да-да-да. Да, по-моему, как раз, когда появляется повесть временных лет в 12 веке, что очень не характерно для, собственно, имени родоначальника династии. повесть временных лет, конечно, вообще штука, писавшаяся достаточно долго во временном фрагменте, ну да. Ну вот, да, такие дела. Вот, а по поводу еще норманизма, антинорманизма, главная проблема этого вопроса в том, что мы не можем измерить то, насколько русские элиты того времени состояли из норманов. То есть, очевидно, как бы влияние норманов культурное, но мы не можем его отрицать. Оно сто процентов было. Да. Они здесь и плавали, и торговали, но судить на то, но судить о том, как они, насколько они были репрезентативны на уровне элиты, мы не можем, потому что у нас фактически нету захоронений, которые мы знаем, что это захоронение какого-нибудь там князя или знатного баэрина, и при этом оно бы совпадало там со скандинавским этим самым обрядом погребальным, например. Было бы у нас такое, но мы бы там решили этот вопрос в конце концов, да, все понятно. У нас, к сожалению, огромная нехватка захоронений именно элит. У нас вообще с телами проблема большая, учитывая, что даже какие-нибудь останки Ярослава Мудрого где-то масонны в ритуальных целях используют, скорее всего, сейчас. Серьезно? Ну, в советское время эксгумировали останки Ярослава Мудрого, а потом они бесследно исчезли. Это я слышал. Где они находились, это была, значит, православная церковь, причем украинского нынешнего, этого УПЦ, по-моему, УПЦ в Бруклине, но была инфа, что, значит, ее-то и эти останки масонны стали использовать, причем не иронично, потому что масоны, они используют черепа в ритуальных целях, не иронично, это очень такой несекретный факт, и всякие черепа именитых людей, они вполне себе даже, если я правильно помню, где-то вычитывал, что у них даже покупали, еще давно, там, веке 19-20, когда была возможность. Слушай, а они не могли нашим масонам, у нас же тоже есть в России масоны, они не могли передать. Есть, но это надо по линии масонской партии проработать, мне кажется, нашим насрать немножко, к сожалению. Они не того устава, или как он там называется? Нет, нет, нет. Обряда или как? Ну как, масонство делится на регулярное масонство, и достопочтимое по-разному называется нерегулярное масонство. В чем их разница? Регулярное масонство это, как у нас, например, ложа российская, она является, для нее является материнская ложа Востока Франции, наша ложа является материнской для лож там Армения, Азербайджана, Казахстана, наверное, но про Казахстан не уверен, про Армения и Азербайджана не точно, являются, она для них материнская, вот. И в чем суть регулярного масонства в том, что она разделяет шотландский устав, общепринятый, если я правильно, если я не путаю, если ты получил градус, например, в России, то с определенной процедурой твой градус сохраняется, будь ты там во Франции, в Америке или в Англии, то есть ты как бы твои эти золотые циркули, они вес такой же плюс-минус имеют на уровне собственно как бы внутренних званий. Вот это особенность регулярного масонства, что то, что тебе выдали здесь, оно котируется и там, и если ты через определенный ритуал перейдешь, поменяешь свою материнскую ложу, например, из российской перейдешь по французскую, если ты будешь соблюдать этот ритуал перехода, у тебя звание сохранится твое тоже. Ну и на всяких съездах или встречах у вас тоже титул, он котируется и теми, и теми. А нерегулярно, ну и плюс в регулярном масонстве, значит, сейчас, секунду, я людей, наверное, там, сообщения из ВК людей мучают и закрыть забыл. Еще в регулярном масонстве женщины не принимают вообще никаким образом. А в нерегулярном масонстве, во-первых, оно друг друга может не котировать, а может котировать, как сами договорятся. А во-вторых, там есть женщины, есть даже чисто женские масонские ложи, которым классическое масонство относится с очень большим скепсисом. Такие дела. Обалдеть. Так, ну, возвращаясь к Кирославу, ну, понял, я такую версию не слышал, спасибо. В общем, но, насколько я понимаю, какая-то генетическая экспертиза останков она была. Она была, и мы даже знаем кое-что, чтобы считать, что в Ярославе там скандинавских кровей просто овердухуя. Ну, там снова же проблема, что конкретно гологруппа, скажем так, если я не путаю, современные исследования говорят о том, что тот же самый Ярослав, он мог быть родственниками с некоторыми скандинавами, родственникам к этим балтийским славянам и родственникам некоторых, ну, не уверен, что финно-угурских, но, короче, не славянских и не скандинавских, ну, не германских народов, короче. Понятно, ну, слушай, про то, что... Там большой, там большой как бы вариант, кем он мог, ну, этим скандинавам, викингам тоже, мог, конечно. просто смотреть. Да, говори, говори, на сцене. В случае с Ярославом, там не то, чтобы... Ну, там понятно, где у него скандинавские предки, вот про балтийских славян, если честно, слышу впервые. это я говорю про гологруппу, что гологруппа, которая была, N1A, по-моему, если я не сошел с ума, она распространена и у скандинавов, и у балтийских славян. то есть она может и там, и там быть. То есть это не дает просто однозначной идентификации. Да, здесь тоже надо сделать очень важную ремарку, что важную ремарку, что гологруппа, она еще не все говорит, там еще и надо маркеры осмотреть. То есть по одной гологруппе может быть сложно делать общий вывод, только по гологруппе. Там и маркера надо глядеть, короче, такие дела. Непросто. Понятно. Нет, просто у Ярослава там у него же получается по... Кто у него? Отец Владимир, мать, получается, Рогнеда. Рогнеда, получается, вроде как она скандинавка, но опять же, известен ее отец, Рогволд, что он скандинав. Кто у нее мать была, непонятно. Возможно, она была на месте у него взята жена, возможно, она какая-то славянка была, может быть, и тоже скандинавка. неизвестно. У Владимира, понятно, кто у него. У него отец, Святослав, который сын Игоря и Ольги, тоже скандинав. И получается, мать малуша, которая неизвестной национальности, возможно, все-таки славянка. Предположительно, славянка, как и Ольга, собственно. Как и Ольга. Ну, с Ольгой там, все-таки, у Ольга, учитывая, что какое у нее имя, все-таки она скандинавкой обычно традиционно считается. Ну, я две коннотации считал. У меня, например, в свое время в УЗе говорили, что она просто была из какого-то, значит, знатного славянского племени, чтобы это был брак политический, короче, вот. Ну, я так понимаю, никаких источников, которые вы говорили, о ее происхождении нет, зато есть ее имя, которое скандинавское, однозначно. Ну, тут снова же надо понимать, что с именами может быть хитрость, потому что не всегда получается хорошо отследить собственно эту именную миграцию, я не знаю даже, как это сказать. Ну, в общем, на примере какой-нибудь Средиземноморья нам часто бывает сложно сказать, кто был поэт на свой человек даже в античности, хотя у него там может быть греческое имя, чисто. Вот. Я понимаю, но смотри, такой момент, насколько я помню, все-таки есть та же документация, связанная с визитом Ольги в Константинополь, то есть Ольга это более-менее такой задокументированный персонаж на даже уровне высокой. Сомнений мало. Нет, речь даже не то, что она была, что ее имя назвали Ольга, что это не какое-то там имя, скажем так, которое у нее, что не то, что у нее было там два имени, то есть она репрезентовалась именно как Ольга, то есть именно скандинавским именем. Так что такое. Ну ладно, ну я понял, это в любом случае ты говорил немножко про другое, я понимаю. просто смотри, меня почему резонуло как-то немножко про антинормонистскую теорию, просто насколько я знаю и насколько я копался в этом вопросе, сейчас в принципе антинормонизм это скорее какое-то маргинальное ответвление. в классическом, в классическом смысле антинормонизм, который подразумевает именно что отрицание влияния варягов в их репрезентацию и их существование среди элит древнерусских, это, конечно, маргинальная тема. Тут снова же вопрос в том, о количестве, сколько их было. то есть вот много, мало, потому что вообще у нас очень большие вопросы с характером призывания варягов на Руси, вообще как это выглядело до сих пор споров слишком много. Да, но опять же, когда мы говорим о этой династии, то у нас вот что с одной стороны есть, да, с одной стороны есть какие-никакие источники, какой-никакой археологический контекст, то есть какие-то могилы знатных скандинавов, которые у нас есть. Да, не верифицированы у нас какие-то могилы определенных музей, но все-таки могилы знатных скандинавов у нас немало, при том в тех местах, где они должны быть по летописям. И при этом у нас есть их имена, то есть вполне себе понятны. И опять же, у нас есть контекст, где эти варяги, они называются, ну, где есть варяги, как бы зонтичный термин для разных скандинавов, которые по наехе на русской земле, и там, говорится, что среди этих варягов есть русы. То есть есть гатландские, есть жители острова Годла, есть дачаи, дачаи, гумания, то есть норманны, как говорят, норвежцы, есть ингли, инглиани, то есть считается, что это англы, имеется в виду, с территории Дании, Даны. Вот. И то есть они там перечисляются. А с другой стороны у нас буквально нету ничего, кроме ресентимента про то, что если у нас династия, она не славянская, то мы почему-то оказываемся какими-то неполноценными. И вообще эту историю, эту теорию использовал Гитлер, поэтому, если вы ее придерживаетесь, то вы за Гитлера. Тут скорее надо понимать, что династия она славянская при любом раскладе будет подавляюще, потому что очевидно, что скандинавское влияние на кошечный великон у нас огромное количество задокументированных случаев, когда там Рюриковичи, они очевидно жен брали из местного населения. Нет, здесь я не могу согласиться, как раз первые Рюриковичи, Рюриковичи начинают брать жен из местного населения, по-моему, в основном во времена уже там московского государства, знаешь, поздних годов. Ну как, если мы говорим про московское царство, то это достаточно рано, ну не московское царство, а московское княжество, потому что там была взята византийская традиция сматрин, где русское население брали, но тут снова же проблема в том, что нам очень-очень сильно не хватает именно что генетических исследований очень, потому что останков нету, но нету останков. Останков многих нету, какие-то есть. Я могу что сказать, что то, что мы смотрим по летописям, ну это все жены-то из других стран. Ну вот смотри, там буквально получается единственная такая четко обозначенная, ну опять же, не четко обозначенная, там хрен пойми, кто она была, это малуша, в общем, вот она есть, вроде как славянка, вроде как дочь какого-то малая, и наверное, наверное, славянка, и имя вроде похоже. Дальше что мы видим, ну то есть Игорь, Ольга, скандинавы, у них Владимир, это получается, ой, Господи, Святослав, простите, вот скандинав, получается, у него жена, это малуша, славянка, вот Владимир, он серединка наполовинку, опять же, у него жен там много разных, но жен славянских, насколько я понимаю, у него есть только тех славян, которые там, которые болгарыня, которые чехиня какая-то была, вот, то есть, это в любом случае не местные славяне, и все, кто у нее продолжает его династию, да, то есть, мать Ярослава, это Рогнеды, тоже скандинавка, как минимум наполовину, дальше продолжаем, Ярослав, у него кто, жена, Ингегерда шведская, дальше, у его этих сыновей, мы говорим мы как, мы говорим про линию киевских князей конкретно, ну, вот смотри, если даже мы будем говорить про линию, да, там про многие линии, на самом деле, куда ни плюнь, вот про ту линию, например, которая доведет нас до последнего Рюриковича, Федора Иоанновича, ну, последнего из московских, 50 рублей, пиздец просто на тупичке пересидел, и перехититься с Женицыным, да, веселый смайлик, именно так, короче, если мы говорим про ту линию, которая нас доведет до последних московских Рюриковичей, то, там, вот, Ярослав, да, следующий, кто у нас, Севолод Ярославич, он женат на Мономахине, на Гречанке, дальше Владимир Мономах, на ком он женат, я не помню, по-моему, на этой, на, ну да, на Гите Уэссекской он женат, Мономаха, Гите Уэссекской, и потом, ну, которая Гита Гарольдовна, это же он, по-моему, или нет, или, у него три было жены, по-моему, да, у него потом будет, у него была еще половецкого хана, дочь, по-моему, русская какая-то была, о, не дочь, а супруга, господи, да, да, но в любом случае, у него будут там несколько жен, которые, они все не русские, вот, потом у его сыновей, да, ну, Мстислав Великий, он не предок этих московских князей, но Мстислав, собственно, его называли в Скандинавии Гарольдом, буквально, у него второе имя было, потому что у него, собственно, вот эта вот мать была Гита Уэссекская, в честь своего отца, она его назвала, и он вот тоже был Гарольдом, значит, этот, как его, брат его, тоже сын Мономаха, это Юрий Долгорукий, значит, у него жена, это половецкая княжна, как раз, от которой Андрей Боголюбский, которого сейчас любят, вот, по реконструкции Герасимова изображать в виде половца такого, кстати, он, она плохая от реконструкции, да, да, сейчас это уже подвергается сомнению, вот, дальше, брат его, тоже сын Юрия Долгорукого, Всеволод Большое Гнездо, вот, у Всеволода Большое Гнездо, там тоже, по-моему, какая-то, это, нерусская, и дальше, 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 там все, а дальше, потом, начинается период феодальной раздробленности, когда Рюриковичи уже, как собак не резаных, и они, почему, почему, у Всеволода, как раз таки, это было, по-моему, у него, у супруга, по-моему, как раз таки, русская была, у Всеволода уже, сейчас посмотрим, значит, смотри, дело в том, что там потом начинается, уже внутривидовое скрещивание, когда люди, которые, до этого, ну, это где-то в 12 веке, начинается, на самом деле, когда Рюриковичей уже становится настолько много, что они могут жениться друг на другу, друг на друге, ну, вот смотри, у Всеволода, там, некая Мария Шварновна, вот, то это, сейчас, она, вообще, чьих будет, какая-то, а, ну, я смотрю, тут Мария, у нее совсем сложная био, в общем, очень непонятно, что у нее, а, ну, вот, в Википедии пишут, аланское происхождение Марии, у большинства историков, не вызывает сомнений, сомнений, это антропологическое исследование, ну, антропологическое, я боюсь, антропологического профиля Аланов у нас не сохранилось, ну, да, тут сложно, но в любом случае, все-таки, Шварновна, знаешь, тоже, сложно, короче, все, ну, включена в собор, Владимирских святых, и собор аланских святых, как преподобная Мария Владимирская Ясыня, ну, тут опять же, вот пишут, что у историков не вызывает сомнений, аланское происхождение, короче, вот такие вот дела, я к чему, что где-то вот в конце 19 века, ой, о господи, говорю, 12 века, и потом уже ближе к 13-му, начинается внутривидовое скрещивание в основном Рюриковичей, Я скорее не имел в виду поздних Рюрикович, когда говорил, ну, да ладно. Вот поздних, у поздних, да, у поздних, я про поздних, в общем, сразу сказал, что у поздних, да, там начинается смотри на невест, вот эта вот византийская традиция. Там скорее уже просто сложилось, тут даже скорее дело в том, что в тот момент уже относительно сложилась хорошая централизация, и два, появилось много больших боярских кланов, с которыми приходилось считаться и заключать династические браки, они в самом русском были происхождение, поэтому. Ну, слушай, а если вот такая версия, то это как раз... Ну, не, это я тебе говорю, что вот у меня есть такое подозрение, просто, ну и плюс некоторая такая, знаешь, не совсем была большая проблема с браками межгосударственными, не очень тогда хотели крупные государства выдавать жен России, к сожалению. Тут, да, ну тут я не буду уж каких-то своих, это то, к чему я больше склоняюсь, с чем это связано, но я просто хотел сказать, что история про то, что хотели с какими-то боярскими родами поддерживать какие-то отношения, она несколько вступает в противоречие с историей про то, что это были «Смотри на невест», потому что «Смотри на невест», но мы знаем точно, что там тот же Иван Грозный, он там такого насматривал, он там буквально брал из какой-то, из какой-то перди, какую-нибудь там вот там Маршу Патильну, вот это вот она была какая-то из нищугов каких-то просто. Но в то же время мы знаем, что у нас «Смотри на...» в очень большом количестве именно знать присутствовало, что неудивительно, но в очень большом количестве. Это да, это да. Потому что так или иначе приходится поддерживать государственную контроль. А так я имел в виду поздник Рюльевич, Рюльевич, понятно, что с ранними там как раз-таки вообще не было проблемы с межгосударственными, насколько это можно так назвать в то времена браками. Ну да, это вообще, когда на это смотришь, конечно, поражаешься, насколько тогда был какой-то глобализированный мир, ну Европа, во всяком случае, насколько была глобализированная, насколько вообще там было изи просто взять какую-нибудь жену из Англии и привезти русскую принцессу Анну Ирославу во Францию, то есть это... Ну да, это было... Это, скажем так, тогда Русь была частью общеевропейской политики глобальной, всё-таки серьёзной частью. Ну а потом уже, увы, хотя непонятно, сколько это хорошо или плохо, но из неё вылетело. По факту, конечно. Ну, как бы оно и плохо, но... Ну, как-то, не знаю, сложно об этом сказать, потому что... Хорошо или плохо... Не, правда, я даже не знаю, это вообще как-то оценить, наверное, сложно, потому что, ну... Ну, окей. Слушай, а вы с Рио-Том как раз вы говорили про там норманизм, антинорманизм? А, немного, совсем немного мы с ним поговорили, и всё. Мы больше с ним говорили там про эту... Эту самую вятку... Ну, мы просто видео осматривали и обсуждали это дело. А, ещё и про генетику говорили. А-а-а. Ну, он, да, он... Там есть записи, мамы, что смотреть, если интересно. Угу. Вот. А ты, кстати, генетический тест делал? Думал, но... И... Думал, но пока ещё не делал. Ну, типа, я достаточно неплохо знаю своих этих самых... Семью, да. Местами даже и до революции, в принципе. Знаю, кто откуда. А, то есть ты прям родословную далеко знаешь? Ну, не прям далеко. Я знаю её где-то там до... Максимум, это до 19 века, но... Понятно, что... Не, ну, это... По российским меркам учитываясь с этими всякими революционными перипетиями, это довольно далеко. То есть я так далеко знаю не по всем веткам и... Нет, часть линий, часть линий я вообще не знаю так. Да, Гриша, я вспомнил, что ты мне об этом рассказывал. Я, честно говоря, иск не забыл, что ты копал в Аллании. Иска не забыл, что ты там раскапывал бывший Алланий, да. А по поводу этого самого биографии... Ну, нет, у меня тоже есть целые линии где все обрывается с революцией. Это, конечно, самый большой ущерб от коммунизма, именно, даже не в материальный, ни какой другой, а то, что люди просто... Ну, потеряли кладбище массово, и люди просто не знают, откуда они вообще взялись. Ну, просто, блядь, нет у них связи никакой с историей своей собственной. Это самая, на мой взгляд, большая потеря от революции. А так, я знаю, потому что у меня казаков очень много, донских верховых. А, так ты казак. Ну, я не могу себя назвать... Я не считаю, что казаки существуют. Если говорить про предков, да, у меня... Я, наверное, где-то наполовину казак самый разный. А знаю... Донской. Донской верховой, да, не... Верховые донские казаки, и, по-моему, по очень... Очень боковой линии есть запорожские. Но донские верховые, они там именно что... Ну, я вообще, когда был стрим, у тебя был... Заказывали твой стрим с этим, с роутером ТВ у Фри Картофель, я там большую тиранту затирал людям, в чем разница между верховыми и низовыми казаками. Потому что у людей очень странное вообще представление о казачестве, и что уж на... немножко пояснить, вот прям, если можешь вкратце, а что за верховые казаки, если честно, не очень... Объясняю. Донское казачество, Фри Картофель. Два русских националисты на стриме. Чего? Сейчас, секунду, Фри Картофель, 50 рублей, спасибо за покрытием комиссии, с доната. Сколько евреев в роду? Два русских националисты на стриме, да. Сколько евреев в роду? Вопрос. Я не знаю, хотя у меня была родня с фамилией Абрамовы, но там, знаешь, небольшой шанс. О, ну это да, это, безусловно, еврейская фамилия. Да. Так вот, а по поводу верховых незаков, верховых незаков, незавых казаков сейчас объясню. Смотри. Донское казачество делилось глобально на верховое незавое. Верховое казачество это территориально верховье Дона, этот самый Бузулук, это этот самый, господи, как река называется. Я уже подвечен. У меня в голове в голове уже это самое Ну, река Бузулук. Да, это Бузулук, это Дон, это этот самый. Сейчас скажу, как река называется. Да. Нет, Хапер, подожди. Может, сейчас я карту открою, просто чтобы не наврать, хорошо? Угу. Сейчас. Ну, кстати, Хапер, да, Хапер тоже. Хапер в том числе. В чем, собственно, было отличие верхового казачества в том, что оно могло вести осет доброй жизни. Эффективный. Почему? Потому что у тебя это фактически граница граница южных и русских земель. это чернозем в том числе местами. Можно и эти казаки, они им вели осетлый образ жизни. Они все равно были, конечно, под воинской повинностью. Особо казачьи не уходили воевать. На свободное время они могли сами возделывать землю эффективно. Раз. И два. У них, собственно, были свои хозяйства. У них даже образовывалась своя очень четкая иерархия. То есть там были знатные казаки богатые. Там были относительно простые люди. А низовое казачество это были люди, которые в первую очередь братили, ходили по этому, по дикому полю. Ну, понимаешь, да? Ну, это имеется в виду степи. Междуречье Дона и Волги. Да, 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 да. Это Междуречье Дона и Волги. Его несколько позже тоже постепенно стали заселять. Но чем южнее идти на юг, тем, ты понимаешь, возникают некоторые проблемы с сельским хозяйством постоянным, потому что земля уже и близко не так плодородна. Сторонит плодородность почвы где-нибудь в Волгограде и не знаю, километров на 200. Ну, не на 200, там, на 150 севернее. Ну, она разительная просто. В Волгограде не очень хорошо растут вещи. И, в принципе, в степи и в сельское хозяйство, оно, как понимаешь, не очень хорошо работает. Ну, тут зависит от степи, ну, окей. Ну, от степи, ну, от степи, не, я согласен, что зависит, но, как минимум, там часто засухи бывающие случаются, и вода не всегда везде есть. Ну, ладно, суть не в этом разговор. Главное, была проблема, что там спокойно жить было невозможно, в принципе, из-за наличия очень замечательных соседей. Ну, да. То есть, образ, в первую очередь, таких казаков-разбойников и авантюристов, там, он сложился вокруг низовых казаков, потому что, во-первых, низовые казаки, они могли вести полукочевой образ жизни местами. Ну, то есть, например, жить в походе. Буквально. То есть, там, пошел с турками, пограбил, привез там из Турции, значит, какую-нибудь себе там женку. Кстати, это была распространенная традиция, из походов жен себе привозить казаков. Ну, снова же, особенно низовых. Еще что, они жили такой полукочевой образ жизни и зачастую, как раз-таки, всякие беглые крестьяне, они шли в низовые казаки. По очень простой причине, потому что верховое казачество, во-первых, там земля уже поделена, как ты понимаешь, между людьми. Тебе делянку далеко не всегда свою дадут. А во-вторых, там достаточно призриво относились к людям, беглым крестьянам, у которых ни земли ничего нет, когда здесь уже, как бы, собственно, и иерархия местная выстроена, и земля поделена. И поэтому эти люди в основном шли в низовое казачество. Собственно, между верховым и низовым казачеством была очень такая, не очень благоприятные отношения между другом, потому что одни не любили других за то, что у тех своя земля есть, ну, как бы, в основном массе своей, а другие не любили остальных, потому что те на разбойников больше походили. Но и тут и генетическая разница есть небольшая, потому что верховое казачество, оно неотличимо от русского населения южных губерний. Ну, вообще никак. Это буквально, это южно-русский этот самый, южно-русский под этнос Ну, субэтнос, Да, субэтнос русского этноса. Вот есть северный, центральный, южный, вот это вот буквально разница генетическая между каким-нибудь там крестьянином или мещанином из Воронежа, ее нету практически с этими. Там проводили, кстати, исследования с немальненькой выборкой, можешь почитать потом. А вот низовое казачество, оно уже могло быть каким угодно, то есть там и тюрк, тюркских корней много, и кавказцев было, и кавказских корней много из-за спецификой их существования и работы. Гришка Мелихов был из низового. Я, кстати, точно сейчас, Гришка Мелихов, он может был из низового, это вопрос такой. Хороший. Не, ну я и говорю, что из низового, в том смысле, что он же там был на турка похожий, с кривым носом, черный, кудрявый. Кстати, а как ты относишься к... Нет, спасибо за ликбез, я, кстати, этого не знал. Сейчас я еще немножко добавлю. Да, добавлю. И, кстати, изначально, как раз-таки, казачество, оно было зачастую связано именно с верховыми казаками, потому что верховые станицы, они самые старые. То есть, станицы, которые там еще восходят, потому что с 16 веком, например. Ты как-то вот рассказываешь, это реально какое-то разделение на патрициев и плебеев в Риме, буквально, типа родовитые и новоприбывшие. Так, они не родовитные, понятно, что и те, и те были очень разными, но просто снова же, эти верховые казаки, главное их отличие было в том, что они в массе своей имели собственную землю, и главное, там было спокойно и безопасно, и быт верхового казака, в отличие от низового, он был намного спокойней. Они, конечно, тоже служили, они ходили на войну, они только что делали, но, имея в виду, что то сравнение, которое я тебе дал, оно все-таки касается немножко, казаки сильно менялись со временем, это, я думаю, понятно. Ну, а так, да. А это вот разделение, оно дрилось прямо до самого конца Российской империи, или оно раньше как-то стерлось? Оно до конца Российской империи у самих казаков было, да. Например, вот у меня, например, у меня там в роду был этот последний атаман, одной из самых старых станиц этого самого верховья, это на Базулуке, значит, станица была березовская, очень старая станица, она там несколько, несколько вековая, да, вот там себя, они очень даже конкретно определяли к верховым казакам. Вот. Ну и, собственно, интересно. Слушай, а вот ты можешь сказать, вот, тоже, ну, я просто не знаю, насколько ты, ну, ладно. По крышкам было именно источники, что ли? Не-не-не, я имею в виду, я просто раньше до этого знал про такую неприязнь и какое-то противостояние между казаками донскими и кубанскими, как имеющими очень такие разные корни, да, все-таки кубанские это как бы из запорожских, вот, это, ты что-нибудь об этом что я могу об этом сказать? Ну, потому что отношение было совсем другое, потому что все-таки верховое казачество, оно в массе своей было служивое, не считая, в чем старо-служивое, а кубанские казаки это все-таки остатки бывшего, во многом сечевого казачества, совсем с другим, и с другая культура у них была совсем, и люди совсем другие были, а если мы говорим про эти войска, значит, ну, в общем, я, ну, кроме такой неприязни, мне больше особо нечего сказать. понятно. Что-то мне сейчас подумалось, надо было, вот, знал бы я это раньше, надо было бы у роутера спросить, какой он там и казак, и верховой, и низовой. не, он из донских, точно, ну, по его заявлениям, вот, но он, опять же, только по, ну, наполовину, вот, при том, что он себя позиционирует именно как этнический казак, хотя это, конечно, очень странная тема, этнический казак, этнических казаков не существует, этнические казаки, это, ну, я понимаю, что ты это знаешь, я просто, скажем так, от души говорю, что в массе своей это просто русские люди, у которых была такая служба казачья, у них служба была своеобразная, а, ты понимаешь, ну, ну, как бы, казак, казак это то же самое, что я, я не знаю, там, какой-нибудь этот, выберите себе просто любую другую, потомственную, что было нередким явлением в те времена, мещанин там, ну, потомственную профессию, скажем так, вот у вас, у вас, например, ты охотник, там, в 12-м поколении, у тебя там с охотниками есть там буквально свой жаргун, своя специфика, ну, у тебя же нету этноса охотник, ну, нет, ну, ну, да, вообще, там, в случае с роутером даже все проще, там человек, он даже об этом и не знал, насколько я понимаю, там выяснилось в ходе разговора, я не знаю, тебе все заказывали, это действие или нет, но он же там потом рассказал, что он вообще до какого-то достаточно сознательного возраста, чуть ли там не до подросткового, или даже, да, возраста после школы, он вообще не знал, что у него там какие-то казачьи корни, он вообще был чуть ли не каким-то боном, ну, короче, скинхедом, вот, и потом он узнал и преисполнился, а так он всю жизнь живет в Москве, то есть, я там начал его троллить на предмет того, что это там знаменитое московское казачество, там, и все дела, ну, вот, и, да, то есть, там, конечно, персонаж интересный, интересный, который открыл просто свою родословную и внезапно выяснил, что вот он должен принадлежать к этому этносу. Ну, кстати, надо сказать, что уровень жизни, как это неудивительно, у низовых часто был лучше, потому что война и грабежи, они намного были, прибыльные были, чем не всегда эффективное сельское хозяйство и какое-нибудь, что более осилое. Да, надо думать. Но, снова же, я здесь не говорю, что низовые казаки, они были, блядь, там кочевниками, у них тоже были постоянные поселения, их было много, просто у них немножко отличались даже строения чуть-чуть. В том смысле, что это все-таки были очень два разных... Две разных части этой группы. Даже просто климат сравните, он там очень-очень-очень разный. Вот. Ну, хорошо, хорошо. Нет, это интересно. Ну, и надо сказать, что по поводу грабежей верховые тоже практически грабили часто. То есть, тут скорее надо понимать, что одни там не просто какие-то оседлые хорошие, а другие там, блядь, какие-то эти полутюрки, полупсы, которые там катаются турков, громят. Все-таки надо понимать, что это были народы, как бы не народы, даже, скажем, это была часть русского народа, которая очень любила заниматься грабежом своих же и блогами, другими вещами, и те, и те, это любили одинаково. Просто у одних это стало получаться делать часто намного раньше, что будрую. Они потеряли возможность весело грабить кого-то и что-то такое смешное делать сильно быстрее, нежели остальное счастье. Вот, все. Вот. Тут вот надо такой этот самый сделать. А, кстати, вот вообще тема разделения она очень сложная, как бы я рекомендую вам тоже это почитать самим что-то, а то я могу напиздеть, я давно уже книжки читал. Вопрос такой, как относишься к тому Мелехову, который современный деятель казачества? Мелехов, Мелехов, Мелехов. Я очень спорно отношусь ко всему современному казачеству. Ну, это, я просто забыл его имя, к сожалению, он, по-моему, ну, короче, человек, который сделал музеи, который сделал музеи истории казачества, и там у него есть... Я просто вообще не слежу за современными людьми. ну, потому что я как бы еще раз говорю, к сожалению, казаков не существует. Когда у вас прерывается служебная линия, их уже не существует, потому что, конечно, я понимаю, что хочется, там, корни, воинов очень много, значит, ну, и правда, очень-очень богатая была внутренняя у них культура. Но снова же, чтобы быть казаком, надо, чтобы тебе, там, пять лет лошадь подарили. Ну, да. Надо вырасти своеобразным образом, надо быть, надо, как бы, стать, как бы, стать своеобразным человеком. Это то же самое, что если вот вы возьмите кого-нибудь, грубо говоря, ну, я не знаю, вот у тевтонцев, у тевтонцев, конечно, я вот странный пример приведу, но тевтонцы, например, очень сильно любили у балтийских славян и у других балтийских народов, например, забирать во время разграбления их поселений детей, значит, вождей, воспитывать из них братьев-рыцарей, а потом, как бы, чтобы они возвращались и такие, как бы, склоняли у этого вот очень строго иерархическое общество, как бы, такое полуплеменное или даже племенное, к тому, чтобы они, вот, типа, ну, христианизировались, крестились и, короче, пали под пяту, собственно, вот этого тевтонского латного саботона, да, ну, насколько можно называть вот такого ребенка, которого вырастили в полностью, там, вот этой немецкой орденской среде, в сделании из него вот этого брата ордена, как бы, воина, этого крестоносца, можно его воспринимать как сына вождя этого племени? Ну, чисто генетически, чисто по происхождению, да, но культурно, нет. Ну, вот это то же самое, то есть казаки культурно, они, к сожалению, ну, нет у них, да, нет, казакам еще повезло, у нас остались там казачьи песни, мы знаем, как у казаков была одежда, мы знаем, какие у них были нравы, потому что это было сравнительно недавно, типа, сто лет назад, это маленький промежуток истории, на самом-то деле. Ну, 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 смотри, я просто хотел, вот, я нашел Владимир Мелехов, ну, это такой деятель, который, ну, он бизнесмен вообще, но он сделал два очень хороших музея, один в Ростовской области, в Станице Иландской, другой в Долгопрудном, в Московской области, это именно музей истории Донского казачества, и вот в том музее, который в Станице Иландской, в Ростовской области, я даже как-то раз был, и это реально один из лучших музеев, который я видел, то есть там собрано просто дофигища всяких вещей, очень разных, вот, от плакатов времен гражданской войны, дневников, там, который, ну, казака, который попал в плен к туркам во время Первой мировой, и буквально там комиксы рисовал у себя в каких-то там на каких-то листах, вот, и там элементы казачьего быта, и там награды, и что там только нет, это реально вот, ну, один из лучших музеев, который я в принципе видел. Ну, снова же, надо просто понимать, что, как бы, знания матчасти, а, что там с донатом, простите, там же донаты, блядь, пролетали, сейчас я назову, простите, я просто запизделся, сейчас, наверное, еще минут здесь поговорим, и будем, наверное, уже загрубляться. Окей. Вот, что я, так, донат значит, какие есть нибудь малоизвестные русские инструменты, какая была русская фолк-музыка? Русская фолк-музыка была очень сильно похожа на европейскую фолк-музыку, потому что музыка и инструменты это та редкая вещь, которая в большинстве случаев у нас были общей, ну, как бы, аналоги всего, что было, они были везде, а вообще, смотри, про какое время мы говорим, если мы говорим про, начиная там от поздних, средних веков до, фактически, там, девятнадцатого, начала двадцатого века, была очень распространена колесная лиры, или донской реле, или харди-гарди. С ними очень часто ходили, значит, слепые попрошайки, играли на них всякие церковные, всякие религиозные, эти самые, произведения народного творчества, там, стихи духовные, всякие подобные вещи. А по поводу инструментов, да, снова же, аналог тех же самых гусли, он, много у кого был. Оно, конечно, может немножко варьироваться, но прямо, чтобы был какой-то там, наш гиперборийский, ведический, арийский, арийский гига-инструмент, который сейчас сохранился только в подвалах Ватикана, но такого особо не было, потому что, снова же, музыкальные инструменты, вот какие были в Европе, ну, типа, вот именно там, в последние века, например, такие плюс-минус были в России. Флейты, пищали там всякие, значит, пищали, пищалки, трещотки, даже, что-то типа, волынок, оно плюс-минус было везде, и себя бы не знали. Такого не было. Но волынки, это вообще довольно-таки традиционный был долгое время для России и Руси, даже древний инструмент. Это правда. Хотя, кстати, этот немножко вру, есть такие очень уникальные инструменты, но они снова же, это просто вариации всем известных инструментов, например, если этот греческий, сейчас скажу, как он называется, сейчас, духовой инструмент греческий, который, значит, очень уникальный. На нем там сейчас в мире играет очень мало человек, например, он еще античный. Называется он, называется он, называется он, сейчас. Сейчас я вам скажу, как он называется. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Сейчас. Ты можешь пока про что-нибудь сказать, рассказать, я сейчас пока найду, скажу. А, ну вот, я уже нашел, в принципе, быстро я, вроде как. Если я правильно... Слушай, а ты видел, как раз на минутной истории у нее был выпуск, типа новогодний «Голубой огонек», но там была этническая музыка. И там приходила группа, буквально, которая фолк играет. Нет, не видел, кстати, стоило бы посмотреть, не видел. Ну вот, да, там буквально они играют на тех инструментах, которые, вроде как, реконструкция того, что было раньше. Не-не, кстати, в Европе, не, это вещь нередкая, хорошо, что люди занимаются. В Европе, кстати, это очень распространенная вещь, там замечательное количество этих самых, полностью аутентичных ансамблей различных. Вообще, кстати, с этим, ну, надо сказать, что у нас, в принципе, на Руси были некоторые проблемы с народной музыкой, потому что, к сожалению, православная церковь, она очень долго не признавала музыкальные инструменты, не дозволяла на них исполнять. И вообще, там было много проблем по типу того, что у Ивана Грозного, если мне память не изменять, была целая политика против скоморохов, например, в свое время. А скоморохи были одним из крупнейших распространителей этих. Ну да, да, да. А я вот что-то помню про такое, что это запрещало потом скоморохов Екатерина. Я не знаю, почему-то у меня память такой отложилась, что там прямо именно после Екатерины вот умерла эта культура, многовековая с традиционными в том числе и волынками и прочими, и прочими, что это тогда похерили. С 15 века просто скоморошество, оно стало постепенно под давление в первую очередь церкви, но потом уже и царей, оно ликвидироваться стало. Ну, распространение скоморохи часто и всякими мошенниками были. Типа, это была нормальная практика, там пока идет фестиваль ватага обчистить там дом 2. Это просто дополнительная плата. Надо было включать это в расходных брайдерах. есть такой вот. И проблема в том, что, ну, так вот, всякие там домры, сопелки, волынки, у нас их трещотки, у нас их тоже было куча, но православная церковь, она очень долго их не котировала, вообще никак. А вот католическая, она сначала тоже сопротивлялась, но еще, но уже где-то в веке 12-м, католическая церковь разрешала исполнение, значит, духовной музыки вместе с инструментами самого разного толка. Оно, конечно, их как бы котировало так, что... У нас есть, например, очень хороший пример, Красная книга Монсерратского монастыря. Это книг, это литературный исторический, это литературный памятник, ну, вообще, это сам монастырь Монсеррат, это очень древний монастырь в этом самом, в Каталонии очень старый. Это монастырь католический 9-го века, но до сих пор существует. И в нем, значит, был найден манускрипт 14-го века, кстати, монастырь был бенедиктинский, манускрипт 14-го века, где был список произведений, как бы даже с указанием никак, как там исполнять надо бы, там буквально приписки по типу исполнять, если монаху в пути захочется развеселиться, ну, например. Не, ну это очень мило, по-моему. Вот, ну буквально, да, то есть, это, конечно, а-та-та, но типа, если хочется, ну ладно, можно там повеселиться. И потом, и в Европе была целая, создалась целая культура народной музыки с таким вот, там были круговые танцы, причем с христианскими текстами, был целый жанр кантиг, если ты, возможно, знаешь, которые там обращались. Не, я первый раз слышал. Ну вот кантиги это такой очень известный жанр на Иберийском полуострове, он был особо популярен, который восходил тоже на религиозную тематику, в первую очередь, к Деве Марии. То есть, в Европе вот сложилось, у нас, увы, из-за давления церкви и уничтожения скомороков у нас не вышло. То есть, поэтому, когда люди спрашивают, где там наши средневековые композиции, где они, почему у нас их нет. Ну, у нас есть поэзия средневековая, ну, есть. У нас есть куча народных духовных стихов, давность которых мы даже определить не можем. А поэзия ты имеешь в виду слово о полку Игореве? Да, какая-нибудь песня о этом о Щелкане Дудентьевиче, которая повествует о Тверском восстании. Например. Ну, вот она есть, но музыкального исполнения ее как бы нет. У нас есть большой пласт именно поэзии, даже средневековой. Ну, меньше, чем в Европе, понятно, то он есть. А вот, чтобы это была именно музыка и нам были известны там какие-то, я скажу очень плохой термин, но эти протоноты, ну, как бы, предшественник современной нотной грамоты. А что, из Европы у нас такое известно? Что имеется в виду известно? Ну, протоноты ты говоришь. Ну, протоноты имеется в виду, что вот в этой самой красной книге Монсерратского монастыря есть такая примитивное нотное обозначение того, как она должна играться. Ну, то есть, я тебе сейчас даже покажу просто, как выглядит страница вот этой штуки. Сейчас, секунду. Я просто, ну, окей, я просто как-то так привык думать, что там тоже вся древняя музыка, она была без музыки. Не-не, тут в этом смысле есть большая не смешнявка, но древние греки, у греков древних еще в античности был способ указания того, как он по ретке играть. Очень примитивный, но был. То есть, вы даже примерно, у нас сохранились там лады, мы знаем, как они там примерно играли. Мы можем это постараться реконструировать. А вот, просто, чтобы ты понимал, как оно выглядит, ну, вот я, значит, тебе в личку скину. Вот. Это, конечно, не полноценные современные ноты, но через это можно играть, как бы, если можно, мелодию необходимую, собственно, придерживаться. А у нас такого, увы, ну, не было. У нас была духовная музыка, у нас была церковная музыка, старинная, но вот народный. Знаешь, я еще думаю, тут очень сильно нам, как всегда, здесь ставят палки в колеса наше особенности климатические и ресурсные, то есть у нас все-таки не из камня строили практически все, кроме церквей на Руси, и все горело нещадно, и вообще письменная культура у нас от этого страдала так, что в Европе никакое не снилось. Ну, и тут надо понимать, что, в принципе, мы были, увы и факт, но есть вещи, про которые Клим Саныч не пиздел, это, ну, как не только он так говорил, но для общего зрителя Клим Саныч является очень мощным рупором, наше государство было бедным достаточно по европейским меркам, причем бедным даже во времена московского царства, одна из причин, почему у нас, почему, например, у Ивана Грозного был такой протоаналог регулярной армии, когда в Европе этого не было, не потому, что мы какие-то были гиперпрогрессивные, да, а потому, что у европейцев были деньги на бесконечные армии наемников против друг друга, например, а у нас, в том числе, да, а у нас их не было, то есть, как бы, мы бы и хотели каких-нибудь там, чтобы с крымскими татарами биться, ну, кстати, даже у нас все равно были наемники, даже, даже рейтаров, эту конницу, вооруженную пистолетами в полудоспехе, закупал Иван Грозный в Европе, Иван IV, такие, если я правильно помню, такие прецеденты были, но снова же, чтобы там оплатить 10 тысяч наемников, но у нас вся корона, у нас санап не потянулась. Кстати, про Ивана Грозного, что-то я первый раз слышу, что мы там, у него рейтары были, интересно, да, были, просто я помню про рейтаров уже тех, наших русских, доморощенных со времен Михаила Федоровича, которые полки нового строя, вот, а вот про тех, которые прям были совсем закуплены, да, мы были случаи, да, я даже могу еще больше, знаешь про рыцаря Байду, так называемого? Чего-чего? Рыцарь Байда, рыцарь Байда, не, так сразу не вспоминается, известный в малоросском эпосе персонаж, и не только и в польском, более известный, он как Дмитрий Иванович Вишневецкий, это магнат волынский, православный, из очень богатых, русский род буквально, шляхт, да, да, это русский род шляхты, он известен тем, что его, значит, Сулейман, великолепный, да, Сулейман Великий, он его взял в плен, и по легенде, значит, прибил, ну, не распял, но прибил, как бы, к стене, значит, там, гвоздями или чем, и несколько раз требовал от него обратиться в ислам, даже предлагая ему, значит, дочь свою, ну, а дочь Сулеймана Великолепная, хотя, что у него было огромное количество, но это тоже не хухры-мухры все-таки. Ну, конечно. Да, но, но тот отказывался раз за разом, и по итогу его расстреляли огромным количеством стрел, вот такого, значит, прибитого, растерзанного, и он, собственно, почитается как такой герой, ну, кстати, русские его тоже могут спокойно героем почитать таким своим, христианским, своеобразным. Вот, есть же, ну, главная особенность его биографии в том, что он долгое время был у Ивана Грозного наемником, буквально полководцем, который, он когда совсем разосрался с польскими, значит, с польскими властями, он поехал буквально, ну, он просто постоянно хотел драться с турками, Иван IV выкасывал временами намерение подраться с турками по возможности. Ну, да. Он поехал к Ивану Грозному служить, и долгое время у него служил, а потом, когда, значит, понял, что войны с турками крупной не будет, уехал обратно, собрал там гигаармию, пошел, его разбили по итогу и в плен взяли. Подожди, а он именно рейтаром был? Нет, нет, он рейтаром не был, это просто привожу примерок вот таких наемников большого количества. Понятно. А так, я сейчас посмотрю, как бы, так, чтобы прям с примером привести. Ну, ты пока ищешь, я просто, ты рассказал про то, что его там расстреляли, а его не канонизировали, кстати? Не знаю, может, да, может, нет. Потому что, очень похоже на географическую историю, потому что есть, например, такой мученик, недавно, кстати, о нем узнал, Иван Русский, по-моему, он так буквально называется. Это солдат армии Петра Первого, который попал в плен к туркам, и там жил уже, будучи плененным, и он жил в качестве раба в Османской империи, и его хозяин как-то ему очень благоволил, и вроде как там что-то хотел отпустить, но если он там примет ислам, он не хотел принять ислам, но при этом у него там описываются его отношения с вот этим вот хозяином, как такие, скажем так, абьюзивные, но тем не менее, он ислам принимать не хотел, но все равно своему хозяину служил достаточно, так сказать, верно и достаточно себя, ну, достаточно хорошо работал, что его все уважали, даже мусульмане. Вот. И в конце концов, он умер в этом плену, и его канонизировали. И он именно Иван Русский, но сейчас самый рофил состоит в том, что он буквально был малоросом с территории. Ну, да. Ну, то есть, Гетманщина там. Ну, да. А из таких примеров, типа, ну, вот был такой Сигизмунд фон Герберштейн, который был дипломатом Священной Римской империи. Который оставил от себя записки. Да, записки. И он, например, в этих записках упоминал то, что во время штурма Казани были немцы, наемники немецкие, в том числе. В армии у Ивана и литовские были наемники. Как бы, и... Еще и этот, и английская дипломатия тоже сообщала то, что во время Ливонских войн были рейтеры на службе. Угрозно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Не, вот этого момента я как-то даже не знал. Я знал, естественно, о тех немцах, которые в опричнину приходили, там, Генриха Штадена и прочих всяких залетных ребят. А вот именно про наемников, которые таким образом отказывались. Да, здесь надо просто важно понимать, что времена Ивана Грозного, это не... Это не раннее московское царство. Времена Ивана Грозного Россия вполне себе являлась частью европейского общего поля. И как бы пространство России там с Польшей, например, это было почти что-то такое, ну, не общекультурное, но как бы по нему можно было спокойно там перемещаться то у одного, служить, то у другого. Там костюмы другого моды набирали. У нас, например, заглядывались на костюмы польской шляхты, они тоже повлияли там на, значит, наши тоже костюмы. Ну, а Иван Грозный вообще сватался к Елизавете Английской. Да, кстати, с Иваном прям обидно, потому что у него же почти получилось с Ливонскими войнами совсем, то есть там совсем чуть-чуть не хватило. Вышло бы... Ну, там... Нет, с Ливонскими войнами я не согласен, там много не хватило, но я что хотел сказать, мне вот вообще жалко, что никак как-то не экранизирует хоть какую-нибудь войну времен вот 17 века так, чтобы вот прям где-то там были показаны полки иноземного строя наши, чтобы были показаны буквально русские рейтары, там вот эти русские солдатские полки. У нас как-то это все... У нас все вот представление о том времени, какое-то такое в массовой культуре. Стрельцы вот в своих этих красных кафтанах, шапках, там какие-то эти... Ну, дворянское ополчение, какие-то богатыри там, в шлемах, в общем, как во времена еще какие-нибудь древнерусские. И все. Ну, максимум опричники там в черных кафтанах, там с метлами и собачьими головами. А вот это действительно прикольно, там какие-то русские рейтары, никуда я себе это тогда сразу не верят. Ну да, ну как бы это уже в этом, при полках нового строя уже были рейтарские полки. Просто понятно, что при Грозном... буквально со времен Михаила Федоровича, это 17 века. что при Грозном там у нас нету, что вот прям вот они рейтары были, но с очень большим шансом, очевидно, у нас были и латники европейские, потому что мы точно знаем, что были на европейские наемники у Ивана. Ну точно. Не, ну наемники, да, да. А тут даже вот буквально русские люди в европейском костюме и по европейскому вооруженные, при том, это не какие-то петровские там чуваки в треуголках, а вот это буквально рейтары. Да, и со времен Михаила Федоровича, говорю, весь 17 век фактически, это все продолжается. Да, этого жалко. Ну, снова же, очень, очень не хватает этого самого понимания того, что на самом деле вот этот постоянный антагонизм России к Западу периодически связанный, собственно, ну, понятно с чем. Ну да, да. Мы забываем, что у нас были очень, даже во времена монгольские, господи, связи плотные с этим самым, с Европой. Я просто напомню, что, по-моему, были неиронично браки между, например, боярами новгородскими и псковскими и, значит, немцами, которые буквально эти самые воинствующие епископы Тевтонские проводили. Ну, этого я не знаю. Я знаю, что, например, одна из самых масштабных битв времен крестовых походов, битва при Сауле или битва при Шауляе, где была разбита орденская армия войсками литовского князя, там в орденской армии вот этих самых псов-рыцарей, там вообще-то было несколько сотен воинов из Пскова. Ну, да, но мы как бы даже, это самое из простого, как бы вспоминаем Грюнвальд, вспоминаем, что в Грюнвальде участвовала куча полков русских князей, хотя это в тот момент, ну, не существовало России. Против его ордена воевали, да. Да, но мы вспоминаем, что на стороне как бы Польши с литовцами выступали, и в том числе входящие в их состав русские, русские князья, как бы православные. Кстати, у нас, по-моему, Грюнвальд в день воинских слав, воинских этих, день воинской славы России тоже. По-моему. Серьезно? Да. Блин, ни хрена себе. По-моему, сейчас. Не, ну, вообще это база, вообще это база. Так, 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 я сейчас посмотрю. Может, я как бы с ума сошел бы, по-моему, я что-то такое видел. Не, просто у нас как-то вот столько всяких побед, что у нас обычно такими вещами пренебрегают, что вроде как это не Россия воевала, да, там, обычно какие-нибудь сейчас посмотрел. Мелкие страны, они как раз всячески такие, за такие вещи цепляются. По-идее, нам, почему Грюнвальда нет, но стоило бы сделать. Ну, да, ну, то есть, я к тому, что вот, действительно, это не тот момент, где стоит стесняться. Подожди. Блядь, я, нет, нет, ладно. Грюнвальд в списке Дней воинской славы России. Что, все-таки есть? Да, сейчас, если мне не врут, то 15 июля празднуется, собственно, победа над рыцарями в польско-литовской этой... Но только это не День воинской славы, а юбилейная дата военной истории России, в честь которой там в круглые даты могут что-то отмечать. А, нет, тоже нормально. но это вот такая юбилейная дата, да? Да, тоже нормально. Вот, такое, да, вот очень-очень не хватает понимания того, что там какого-то антагонизма не было, и русские могли служить у немцев, наоборот, вполне себе, и как бы, что, ну, не было такого. Так, так, донат, еще один донат. Значит, прошу прощения, меня звук не сыграл. Господа, будете ли голосовать на выборах? Если да, то за кого? Еще за кого? Условный роман Юниман, еще если условный роман Юниман из Общества Будущее призовут голосовать за условного Влада Даванкова, то проголосуйте. Я спорно отношусь к Юниману, он все сильнее и сильнее, не знаю, как-то, какими-то странными вещами занимается. Вот, это первое. А за кого буду голосовать? Не знаю, за кого, но, в принципе, не знаю, голосуйте за Владимира Владимировича и получите, ну, типа, даже неироничным, при условии специфики наших выборов, это не худший вариант. Ну, как он единственный, на самом деле, но, как бы, проголосуйте за Владимира Владимировича, как бы, получите, значит, дай бог баллов, купите, значит, себе хорошего пенца, и отпразднуйте взятие очередного, значит, доброго бабка села или разъёб Абрамса, там, или ещё какой-нибудь херни натовской. Вот, я думаю, вы здесь сделаете день. Ну, я на выборы не пойду, как бы, Юнимана, Юнимана я уважаю, к обществу в будущее хорошо отношусь, но, если они там скажут голосовать за кого-то, мне, на самом деле, будет насрать. Я, как бы, не строю свое, электоральное поведение под влиянием каких-то их призывов. Молодец, запричник, работаешь. А, по поводу Дованкова, я сегодня буквально внезапно увидел его, впервые вообще, я слышал о нём, я его, еблета, не видел ни разу. Вот, и сегодня я как-то увидел его плакат, я аж это, у меня аж сердце перехватило, блядь, и у него какой-то, ну, ну, реально, ну, ебало, как у Ганнибала. Я, конечно, может быть, он хороший человек, очень, не сочтите за какое-то вот накидывание, но я немножко охуел. Он, он очень странно выглядит. Ну, я не знаю, по-моему, очевидно, что, это я не те, конкретно говорю, что большая часть этих кандидатов, это же буквально, массовка, большая часть, но там все, 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 но не знаю, на мой взгляд, голосуйте за кого хотите, я не знаю, я или, я, наверное, поголосую, не знаю, за кого, может, Владимир Владимирович, может, еще за кого, не знаю, типа, хочешь получить какие-то вот эти баллы, там. тебе в любом случае дадут. Если за кого угодно голосуешь, не обязательно Владимир Владимирович. А, имеется в виду, в любом случае надо прийти на выборы. Так я, ну, я в этом смысле подхожу, знаешь, большинство людей мы позицию не разделят, но если у нас, так сказать, условно-демократические выборы и твой голос ничего не решает, ну, господи, иди там, получи баллов, какая разница? Ну, камон. Ну, я, я в этом смысле не, я бы изменил свою позицию, если бы у нас были там турбо-выборы, турбо-выборы, как бы, как-нибудь, в 90-х, да, но, я не знаю, делайте, что хотите, короче. Ну, есть, так бы, да. Оно, оно, как бы, ничего не поменяется. И, возможно, даже к лучшему в данном случае не поменяется. Потому что в этом смысле я, не знаю, последняя тема, которую мы можем обсудить, я искренне считаю, что какое бы отношение не было к Владимиру Владимиру еще, его фигура, она во многом буквально поддерживает относительную какую-то и то уже находящуюся в турбулентности, стабильности. мне кажется, мне кажется, давай так, я скажу, что я скажу, что к Владимиру Владимировичу у меня отношение такое, что я, пожалуй, его не буду здесь озвучивать. так что... Скажем так, вопросов у нас, условно говоря, много, но есть такое, да, много вопросов. Много с чем не согласны, как говорится, мягко говоря, да. Ну, я эту позицию, наверное, разделю. Но я когда говорил про турбулентность, это я другое имел в виду, я думаю, ты понял. Ну, то есть, ты против смуты, против революции. Я просто искренне считаю, что если завтра мы проснемся в мире, где резко там не станет Владимир Владимирович в Кремле, то нам вряд ли станет жить лучше. Ну, смотри, я это так формулирую, что если транзит власти будет связан с какой-то революцией и уж тем более, не дай бог, за гражданской войной, то это будет полно хуйня и хуже, чем сейчас. Да, да, да. Вот у меня вот та же самая позиция, да. Да, Сбер, спасибо, Сбер, спасибо, да. Сбер, спасибо. Ну, что же, ну, на этом, наверное, можем заканчивать потихоньку. Было очень приятно с тобой говорить. Да, я тоже был рад. По-моему, неплохо получилось. Я думаю, зрителям понравилось. Мне, во всяком случае, понравилось. Ну, мне тоже было... так, вопрос, Пригожин или Путин. Я искренне считаю, что у меня плохое отношение к пирожену. Пирожену, Пригожену. У меня искренне... Пирожену? Да, потому что, как бы, к нему могло быть какое-то отношение как бы до летних событий, но после летних событий он как бы, ну, нет, увы. Мне в контексте летних событий было бы интересно узнать, а вообще вся эта подоплека, потому что история очень странная для меня до сих пор. есть такое, но все равно это была какая-то лютая хуйня, и если это были действия спланированные самим Пригожиным, ну, блядь, мне он уж тогда категорически не нравится. Как бы, может уж со всеми. Такие дела. В общем, спасибо, что пришел. Надеюсь, еще... Спасибо, что позвал. Можно будет еще как-нибудь поговорить. Да, да, да. Мне, да, было интересно, можно будет как-нибудь еще собраться, я вот думаю, с Павлом еще Реутовым собраться в месяце, договориться с ним тоже поговорить, обсудить что-нибудь интересное. Ну, и с тобой тоже можно будет еще пообщаться. в общем, спасибо большое. Да, что пришло. Да, А денежку я тебе отправлю половину всего, что... О, эх, ничего себе. Собирали. Не, слушай, ты даже такие призы... В смысле, а это не принято, то есть, не знаю, мне кажется, это самоочевидно. Ну, вообще, как-то мне на других гостевых стримах такого не перепадало, ну, спасибо. Не знаю, мне казалось, что всегда, типа, если... Так, господи, когда ко мне друзья приходят на стрим, я им половину суммы выплачиваю, если она их касается, в смысле. Ну, хорошо. Плохой, плохой, плохой. Не, ну, это вообще классно. Плохой. Это классно. Спасибо, спасибо. все, все, а у нас... Подожди, кстати, я тебе очень рекомендую не как бы открыть мой стрим сейчас просто видео, потому что сейчас будет контент, который с большим шансом мне потом придется вырезать, оставлять только наш разговор. Хорошо. Сейчас придет, сейчас придет как бы личность типа хайлиных масштабов, очень-очень человек смешной. ВУМ. Хорошо, посмотрим, у меня как раз вечер свободен, так что посмотрим, что вы там с личностью пахальных масштабов завернете. Ну да, 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 будет смешно. Все, давай, спасибо большое. Давай, счастливо. Ну вот и поговорили с Пессом, друзья. Вам понравилось? Было интересно? До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!